Это была безжизненная планета, точнее еще не планета, а огромный, до конца не сформировавшийся пустой кусок камня, сплотивший в себя за миллиард лет космическую пыль и химические реакции после некой точки сигнулярности, большого вселенского взрыва, произошедшего в пустоте из ничего и уложившегося в одну долю секунды. После большого взрыва прошло миллиард лет, и этот кусок камня уже имел какое-то подобие орбиты, вращаясь в зоне гравитации вокруг молодой еще звезды, впоследствии названной Солнцем той человеческой расой, которая эволюционировала из одной простейшей бактерии, занесенной из глубин бескрайнего космоса. Два миллиарда лет камень постепенно округлялся, имел в своем составе лишь гелий и водород, без каких-либо соединений кислорода, а затем в архейском периоде исторического эона планеты в нее врезалась ледяная комета, одна из сотен тысяч бороздящих беспредельные просторы космоса после большого взрыва. Именно с этой безвестной кометой на планету попал лед, позже превратившийся в воду. В течение еще миллиарда лет начался процесс формирования первых органических соединений, затем был переход от одноклеточных организмов к многоклеточным, и пошел бурный процесс эволюции. Они становились все сложнее и сложнее. Рыбы, амфибии, рептилии, птицы, млекопитающие, приматы. Динозавры превращаются в птиц, грызуны в млекопитающих. Приматы теряют шерсть, минуя несколько периодов глобальных вымираний, из которых по истечении миллионов лет наконец появляется венец всего живого на Земле. Имя этому венцу — человек. Лед этой безвестной кометы, растопившись на молодой планете, дал толчок формированию всего живого биома на Земле, впоследствии эволюционировавшего в новый вид приматов — Homo erectus и Homo sapiens, как конечный результат. И никто в те далекие и темные времена, разумеется, не наблюдал опускавшиеся на Землю огромные шары идеальной формы, которые, погостив какое-то время на планете, внезапно растворялись в пространстве, так же, как и появлялись. Теорию возникновения жизни на Земле посредством посещения ее кометой ученые позже назовут теорией панспермии — происхождение жизни извне, из космоса. Идея панспермии живая сегодня, высказанная еще греческим философом Анаксагором в V веке до н.э. Согласно одному из новейших вариантов, жизнь на Землю была занесена обитателями других миров. Не обязательно разумных, но уже органических. Однако этому до последнего времени не было никаких доказательств. Пока. Об этом собственно и пойдет речь в данной книге. Следуйте за автором. Это была тишина без звуков, словно в вакууме. Она настала внезапно, будто Земля вошла в некий газопылевой пояс космического облака и продолжает вращаться в нем вокруг своей оси вопреки всем законам физики, если таковые еще, разумеется, продолжали существовать. Планета, казалось, вздохнула и затаила дыхание, как гигантский организм, не подвластный человеческому разуму. Не было звуков птиц, зверей, не было ветра и хоть какого-то колебания воздуха. Тучи на небе остановились в тот момент, когда закрыли собой луну. И лишь некоторые звезды своим мертвым сверканием проглядывались сквозь островки разорванных, набухших от непонятного газа облаков. Непроглядная темень опустилась на тундру близ небольшого рыбацкого поселка на берегу Пясинского залива. Там, где извилистая река Пясина впадает в Карское море. Вся живность будто онемела. Не видно было низги. Дикие утки, куропатки, сибирские совы, олени, волки и даже мелкие грызуны-леминги весь этот биом полярной тундры обездвижился на несколько минут в тех позах и тех местах, где застало их это необъяснимое явление. На небольших поросших ельником сопках, где испокон веков стояли каменные бабы ритуальных поклонений древних шаманов, застыло все, и тундра погрузилась в обездвиженную пустоту. На одной из сопок, возвышавшихся над рыбацким поселком, находилась геодезическая станция сейсмологов, этакие заброшенные и замкнутые в себе, но продолжающие работать одинокий мирок, которые станции-то уже можно было назвать лишь с большой натяжкой. Два барака, два вагончика, гараж, радиоролейная рубка, хозяйственный сарай, дизельная подстанция, обветшалая водокачка, столовая да утепленная будка для собаки. Вот и все хозяйство на шестерых человек, вахтовым методом дежуривших здесь на краю земли, по несколько месяцев не видевших цивилизации. До ближайшего крупного населенного пункта Усть-Тарея было не меньше сотни километров по тундре, бездорожью, болотом на вездеходах или зимой на санях, в оленьих упряжках. Если смотреть по карте, то далеко слева обозначался местный административный центр, город Порт-Диксон, которому путь лежал через самодельную переправу реки Пясино. А затем все с теми же вездеходами или упряжками оленей, трое суток пути с ночевками в охотничьих срубах, разбросанных по тундре на всем протяжении маршрута. Полуостров Таймыр обширен и огромен, начиная от Пятенского залива и заканчивая горным хребтом Беранга. Станция стояла на склоне сопки, чуть в стороне от поселка и живущих в нем трех десятков семей, с одной улицей, вытащенными на берег лодками и шаманским шатром, приютившимся у края, куда вход постороннему был абсолютно заказан. Последний столб с электрическими проводами заканчивался у трансформаторного блока станции. Дальше шла бескрайняя полярная тундра, сродни белому безмолвию, так хорошо описанному в некогда популярных рассказах Джека Лондона. Прожектор, ночью освещавший территорию станции возле водокачки и столовой, сейчас светил в пустоту, рассеивая сгустившийся плотный мрак лишь отчасти, совершенно не выполняя своих технических функций. Светить просто было не во что. Воздух, казалось, застыл на месте, и луч прожектора распадался теперь на несколько несвязанных между собой мелких секторов, просеянных словно крупа через сито. Было тихо и мирно, поскольку время зимнее, полярное, едва перевалило за четыре часа ночи, и все обитатели станции еще крепко спали, как это всегда бывает ранним-ранним утром. Сюда никто не приезжал, не приземлялись вертолеты, не подходили к самодельному причалу даже маломальские баркасы или катера. Раз в два месяца, летом и осенью, на вездеходе ГТТ несколько рыбаков отправлялись через тундру в Усть-Тарею, запастись продуктами, лекарствами и прочим необходимым, сдав свой двухмесячный улов в местный рыбхоз и получив по стандартным расценкам оплату, закупали все, что могли увезти с собой. То же самое происходило и зимой, с той лишь разницей, что рыбу везли мороженой, а средства передвижения менялись с вездехода на две оленьи-упряжки, которым были пристегнуты дополнительные сани для продуктов и предметов обихода. Тем и жили. В том же рыбхозе получали заработную плату и обитатели сейсмологической станции, или, как они себя сами называли, экспедиторы. Какая экспедиция, никто об этом уже давно не знал. Жили и работали, менялись каждые два года, получали заработанные деньги. Станцию построили еще в 70-х годах, и она благополучно пережила в тихом уголке Пясенского залива правление Брежнева, перестройку Горбачева, лихие 90-е с Ельцином и распад Союза, плавно перетекая своим собственным здесь временем в наши дни, пока не произошел этот непонятный феномен, с которого собственно и начинается данная книга. Люди на станции менялись, как уже было упомянуто, каждые два года, на протяжении более полувека. По шесть сотрудников в каждой вахте. Но какую функцию на данный момент несла эта станция, уже никто определенно сказать не мог. Показания асоциолографов, анироидов и прочих барометров снимались регулярно и заносились в ежедневный журнал работы станции. В бригаде экспедиции были геолог, сейсмолог, гидрограф и прочие по совместительству сотрудники, способные заменять друг друга сообразно своим специальностям. Зимой и летом члены команды вели графики сейсмических отклонений, снимали показания движений тектонических пластов, уровней прилива в толщину пакового льда, миграционное перемещение перелетных птиц, наличие косяков рыб в заливе, пробы воды из Карского моря и прочее, прочее, прочее. Следили за живым биомом тундры в виде волков, оленей, росомах и других животных. Вели контроль над климатическим состоянием региона, наблюдали за северными сияниями в перемешку с метеоритными потоками. Одним словом, работы хватало. Другое дело, кому это теперь было нужно? Результаты их изысканий и наблюдений доходили разве что до Диксона, и то едва один раз в полгода. А уж в столицу, видимо, и вовсе не попадали. Не те времена. СССР канул в вечность, и станция Таймыр по своему уникальному когда-то статусу перестала кого-либо интересовать. Покрытия интернета не было. Почта, если и доходила, то с большим опозданием, поскольку никаких компьютеров и мобильной связи в поселке Рыбаков, разумеется, не существовало. Одно слово – дыра. Спутниковая антенна, стоявшая на берегу залива еще со времен космической эры Брежнева, давно забытая и не обслуживающаяся, годилась разве что для принятия слабых теле- и радиосигналов, благодаря которым в поселке можно было слушать радио, а на станции ловить пару-тройку программ местного телевидения. Рыбаки с семьями жили сами по себе, экспедиторы на станции сами. Разногласий и вражды никогда не было. Наоборот, некоторые члены экспедиции ходили зачастую в поселок в гости, прихватывая с собой пару бутылок водки. Рыбаки, в свою очередь, одаривали их всевозможными сувенирами и шили для них узорчатые пимы из оленей шерсти. Так и жили, так и существовали. Станция работала, рыбаки ловили рыбу. А меж тем ни один прибор на станции не зафиксировал десятиминутную аномалию вакуумного пространства, окутавшего этот небольшой участок Пясенского залива. Аппаратура молчала, продолжая работать в своем обычном режиме. Ни одна стрелка не колыхнулась, ни один датчик не мигнул тревожным сигналом. Ни один зуммер не разорвал тишину, оповещая об опасности. Десять минут полного обездвиживания прошли для станции, и человечество совершенно незаметно. Если учесть, что этот участок тундры находился от очагов цивилизации на сотни километров. Земля вокруг станции, казалось, замерла, вздохнула и затаила дыхание. Привязанные к стойлу олени, подогнув внезапно ноги, уткнулись рогами в ягель. Собака-бодильон, он же батик, породы стафордширский терьер, так и не вылез из конуры, застыв в ней на десять минут в весьма забавной позе. Утки и куропатки, которые в это время суток спали, не почувствовали какой-либо разницы, а вот полярные совы в своем полете за добычей камнями падали вниз, обездвиженные, как, впрочем, и другие ночные хищники этой климатической зоны полуострова. Но все это продлилось не больше десяти минут. Бадик вылез из будки, лемминги пискнув, продолжили свои брачные игры. Хищники снова обрели подвижность, будто ничего не произошло. Олени поднялись с колен и принялись объедать сочный лишайник. Жизнь в этой части полуострова продолжилась, как ни в чем не бывало. Причиной этого небывалого феномена, посетившего полярную тундру Пятенского залива Карского моря, явилось спускание на землю огромного космического гостя в форме идеального шара, размерами превышавшего Эйфелеву башню в Париже. Однако в безлюдной тундре этого, разумеется, никто не заметил. Наступил новый день. На станции Таймыр в шесть часов утра зазвенел будильник. Это было обычное утро. Во всяком случае, для всех обитателей станции, которые абсолютно не подозревали о недавно случившемся феномене неизвестного происхождения. Дело было так. Первым проснулся Андрей, поскольку сегодня была его очередь снимать ночные показания приборов, занося ежедневно в вахтенный журнал, подобно тому, как в рубке корабля каждый день отмечают маршрут продвижения судна. Шаркая в домашних тапках по утепленному полу, он проследовал вначале в уборную, затем, умывшись, направился к святая святых станции, пульту управления, где в небольшой комнате располагались столы со всевозможной аппаратурой, начиная от старых, отживших свое приемников РП-250 и заканчивая новыми — Р-155Г, которые недавно им любезно доставили с Диксона, по распоряжению куратора всех сейсмологических станций Таймыра Павла Семеновича. На столе лежал раскрытый журнал сдачи приема вахты. И привычным взглядом, окинув тусклое и зеленоватое мигание датчиков вместе с дрожанием стрелок различных приборов, Андрей внес в журнал соответствующую запись, что за прошедшую ночь не произошло никаких происшествий, все было в норме. Ни один прибор не мигал красным цветом, следовательно, беспокоиться было не о чем. Зевнув он посмотрел в чуть промерзшее снаружи окно, удивился немного серому цвету неба и, включив чайник, побрел будить остальных коллег, спавших каждый в своей отдельной комнатке. Однако уже переступив порог коридора, он внезапно остановился, еще не совсем осознавая, что именно ему показалось необычным. Озадаченно почесав затылок, Андрей вернулся назад и вновь уставился в окно, еще не понимая, чего он ищет в этих серых сумерках наступившего утра. До пробуждения всей станции еще было полчаса, и он решил выпить кофе, заодно проверив свои неясные подозрения. Определенно здесь что-то было не так. Вчера какие-то возмущения в атмосфере, магнитное излучение озоновой дыры немного зашкаливало, но так бывало и раньше, совершенно не нанося никакого вреда ни растительному, ни животному биому полуострова. Но сегодня ионосфера светилась как-то по-особому, пробиваясь сквозь землисто-серое небо своими сполохами, похожими на северное сияние, которого в это время года, в общем-то, не должно быть априори. Он снова бросил взгляд на приборы, затем вернулся мысленно к серому небу за окном. Давно он такого непривычного цвета не видел. Да и видел ли вообще? Андрей нахмурился и отпил глоток горячего напитка. Нужно было идти кормить бадика, проверить привязанных на ночь оленей, но его что-то навязчиво останавливало. Уникальность цвета утреннего неба была настолько очевидной, что он топтался на месте, все еще уставившись в окно, сам не зная, что его удерживает на месте. Все еще не осознавая свои действия, связанные с какой-то внутренней тревогой, он плюхнулся в кресло и автоматически принялся крутить верньер приемника. Настраиваясь на местную радиоволну станции «Диксон», передающую каждое утро сведения о погоде на текущий день. Исключительность пульта управления в их жилом бараке состояла в том, что при желании достаточно было покрутить верньер шкалы, выходя на любую радиоточку земного шара, вещавшую каждое своей собственной стране. Хоть в Австрии, хоть в Индии, хоть в самой Австралии. Сейчас в данное утро настройка шкалы находилась на волне Диксона. Андрей закурил и приготовился слушать сводку о погоде. Время до побудки своих коллег еще оставалось. Это была уже его вторая вахта экспедиции. Супруга с шестилетним сыном остались дожидаться его в небольшом домике в деревне, хотя и просили с ним быть поближе к его работе. Но здраво рассудив все за и против, они пришли к совместному решению, что переселяться в Диксон будут только тогда, когда сыну придет время посещать школу. Ровно половину вахты он уже, можно сказать, отрубил, высылая семье ежемесячные посылки с сувенирами и телеграфные переводы посредством обыкновенной почтовой связи, поскольку, как уже упоминалось, покрытие интернета в этой части полуострова отсутствовало напрочь. Заполнив коробку вяленой рыбой, шкурками песцов и побрякушками ремесленного промысла ненецкого фольклора, он зачастую сам отвозил почту в районный центр, иногда наведываясь в поселок рыбаков в качестве желанного гостя. Кроме него в команде был его начальник Сергей Борисович Раевский, доктор исторических наук и глава экспедиции, однофамилец знаменитого генерала Николая Николаевича Раевского времен Бородинского сражения. Все на станции уважали его запокладистый характер, неутомимое рвение к исследованиям и абсолютную невозмутимость в решительных случаях, когда того требовали различные обстоятельства. Были на станции и две девушки, точнее одна девушка, Тоня, милая и добрая красавица, безумно влюбленная в Витю Василька, как его все именовали дружески. Оба были еще в том нежном возрасте 23 лет, когда нужно уже думать о создании семьи, к чему они собственно и стремились. Второй была Елизавета Петровна, или просто Лиза, 30 лет, потерявшая мужа при испытательных полетах на военном аэродроме. Об этой трагедии она никогда не распространялась, поэтому затрагивать ее не имеет никакого смысла. Тоня была специалистом по геодезике и медсестрой по совместительству. Лиза, в свою очередь, заведовала всем хозяйством на станции, начиная от кухонной посуды в столовой и заканчивая граблями во дворе станции. Витя Василек копался в снегоходах и был постоянным водителем, если требовалось куда-либо выезжать по работе. Таким образом, Сергею Борисовичу было под 60, обоим влюбленным по 23, Елизавете 30, а самому Андрею 32. Но был еще один человек в их вахте, о котором стоит упомянуть, поскольку в данной загадочной истории он сыграет далеко не последнюю роль. Имя ему Коржин, точнее не имя, а фамилия, поскольку по имени его называл только начальник экспедиции. И то весьма редко. Вечно замкнутый и молчаливый тип, бывший их теолог и егерь. Он держался на расстоянии от основного коллектива, зачастую не выходя к общему столу ужина-теле обедать и днями напролет пропадая в тундре с бодильоном, собакой станции. Если не выходил в тундру, то бродил по болотам Пятенского залива, изучая местную флору и фауну. Скорее для проформы, нежели в научных целях. Он был старше Андрея на 10 лет и был вторым по возрасту после Раевского, если не считать Павла Семеновича, куратора всех станций полуострова. Но тот обитал на Диксоне и на территории станции Таймыр появлялся лишь наездами, когда раз в полгода отправлялся на вездеходе инспектировать остальные сейсмологические базы — Стерлигово, Челюскин и Полярное. Как раз в свете данного повествования Павел Семенович с очередным объездом должен был заглянуть и сюда, поужинать, переночевать, выслушать жалобы с пожеланиями и отбыть на вездеходе дальше по маршруту. Андрей знал, что сегодня предстоит нелегкий день. Пора будить остальных. Через пару часов нагрянет начальство. Но отчего же так смутно на душе? «Подъем!» — заорал он, прошествовав по коридору вдоль дверей, ведущих в отдельные комнаты его коллег. Совместно в одной комнате спали только девушки. У остальных были свои собственные уголки. Не столь просторные, зато уютные и теплые. Слева и справа по коридору было по три двери, внутри комнат которых располагались кровати, тумбочки, шкафы и столы с креслами. Полочки с литературой, вазочки, переносные телевизоры и занавески на окнах дополняли нехитрый антураж жилого блока, сразу указывающий на то, что здесь приложила руку сама Елизавета. И с помощью тони они вместе разбавили холостяцкий быт мужского обитания станции. Около каждой двери в спальню сбоку от проемов висели рамки с изображениями наиболее известных в прошлом изыскателей Арктики и Антарктиды. Седова, Егорова, Сомова, Вернацкого, Кулика и прочих. Последний, по рассказам старожилов, несколько раз ночевал в рыбацком поселке, когда отклонился от своего маршрута в поисках нашумевшего в свое время метеорита под каменной Тунгусской. И поколение молодых рыбаков-ненцев невероятно гордилось этим достоверным фактом. Далее по коридору шли две двери. Последние – душевая на два отделения и обширная кладовая, которой заведовала Лиза. Проходя мимо каждой двери, Андрей по очереди стучал в них кулаком и задорно кричал, отчего во дворе принялся весело гавкать бодильон. «Подъем! Скоро начальство нагрянет!» Открыв предпоследнюю дверь, он метнулся внутрь, сдернул одеяло и заорал в самое ухо своему младшему другу. «Василек! Скажи спасибо, что водой не обливаю! Как ты меня на той неделе из чайника!» Витя продрал очи и, махнув куда-то в пустоту, показал из-под одеяла кулак. «Число?» – щурить спросил он. «Двадцать четвертое сентября». «Температура за окном?» «Минус девять!» «Ветер!» «Ниже умеренного!» Это была их каждодневная утренняя забава. Кто раньше будил тот в шутку и отчитывался. «Снега еще нет? Назревает. Тучи какие-то не по сезону. Серые чересчур. Снеговые, похоже». Витя вздохнул и потянулся. Вот и бабье лето пролетело. Не заметили. Конец сентября и уже снег на таймере. Андрей тем временем распахивал шторки на окне. Но в комнате стало не особенно светлее. Посмотрев на засланное небо, он сделал определенный вывод. Июнь. Заполярная весна в разгаре. Июль и август – самое большее до десяти тепла. Лето бжик и пролетело. Сентябрь. Уже, пожалуйста, минус девять. Да уж, донеслось из-под одеяла. Делать было нечего, приходилось вставать. В Витиной обязанности входило все, что касалось технического обслуживания на станции. От поломки холодильника на кухне до ежедневного осмотра тягача в гараже и снегоходов, а при наличии оленей и их, собственно, кормежки. Будучи молодым, но мастеровитым на все руки механиком, на нем держалась буквально вся техническая часть базы и станции в целом. Крупные населенные пункты Диксон, Дудинка и Норильск находились далеко. Вот и приходилось за всем следить во избежание локальной катастрофы. Станция Таймыр благодаря Витинам усердием, что называется, блестела. И это не означало, что они ждали начальства. Так было всю вахту, пока он находился здесь. Однако была и оборотная сторона вопроса, довольно забавная. При всем своем усердии и трудолюбии, горе-механик постоянно умудрялся куда-то встревать. Что-то забывал прикрутить, что-то перетягивал. Зачастую у него где-то искрило, сверкало, бухало током. Но вместо того, чтобы потрунивать над младшим коллегой, его друзья смеялись вместе с ним, любовно так и называя васильком. Витя зевнул, и ему вспомнилась прошлогодняя зимовка на станции, первой в его вахте. Почти все время дули ветры, переходящие в пургу и нескончаемые вьюги. Было холодно, словно он находился в паре километров от географического полюса севера, а температура опускалась нередко до минус 60 градусов. Олени тогда заперли в обогреваемые стойла, а бадика забрали к себе в барак. Тут было тепло, хотя и ходили все в свитерах, но колориферы и батареи работали исправно. Могло быть и хуже. В эти дни из станции никто нос не показывал наружу. За всем происходящим наблюдали из окон пульта управления. И если бы не показания приборов, вообще не знали, что творится кругом. Снег тогда был трескучим и валил завывающей пургой несколько дней к ряду, без перерыва. Базу занесло сухими снежными сугробами. Снег спрессовался под лютым морозом, и ни одна снеговая лопата не способна была его одолеть. Пришлось прицеплять к одному из снегоходов бульдозерный ковш и при уже относительно поднявшейся температуре в минус 45 градусов чистить территорию, делая по несколько заездов в день, едва не обмораживая себе пальца рук и ног. Чистили по очереди все, кроме женщин. У них были другие заботы. Тотчас отогревать любыми способами очередного ввалившегося с мороза едва не замерзшего смотрителя станции. «Вот и теперь скоро заметет», — подумал Витя, нехотя вылезая из-под одеяла. В самом конце жилого блока находилась общая комната отдыха, внутри которой можно было расположиться с уютом всей кампании после очередного трудового дня. Здесь на стене висел плазменный телевизор, любезно доставленный им из Диксона Павлом Семеновичем. Вокруг по периметру были расставлены журнальные столики с глубокими утопающими креслами. За одними проходили еженедельные шахматные баталии между Андреем и Сергеем Борисовичем. За другими девушки либо вязали на досуге, либо раскладывали выкройки из журналов. Тут же, не отходя, присаживаясь за швейную машинку, кому-то что-то подшить, заштопать, прострочить. Вот в эту комнату и направился Раевский, после того, как Андрей разбудил всю станцию, созвав мужской коллектив на утреннюю пятиминутку. Девушки уже ушли в столовую готовить завтрак, и профессор решил дать коллегам последние указания перед приездом Павла Семеновича с его свитой. Куратора станций в таких плановых инспекциях зачастую сопровождали два его заместителя — главный инженер и кто-нибудь из научных сотрудников РАН — Российской академии наук. Коржин уже покормил собак и оленей, отправившись в гараж копаться в двигателе их вездехода, иногда помогая Васильку, если у самого на тот момент не было никаких срочных обязанностей. Бывший егерь уже достаточно исходил вдоль и поперек Пясенский залив, ведя учет косякам рыб, гнездившимся на скалах птицам и лежбищем морских тюленей. Так что на сегодня у него никаких определенных задач не было. Таким образом, дав последние указания своим младшим коллегам и убедившись, что на станции перед приездом начальства все находится в рабочем состоянии, Сергей Борисович отправился в столовую, махнув рукой Васильку следовать за ним. Андрей еще немного задержался и, проходя мимо комнаты пульта управления, успел услышать обрывочные фразы, доносившиеся сквозь помехи из радиоприемника. «Магнитное возмущение в небе. Сильнее, чем при северных и полярных сияниях. В квадрате». Андрей невольно вошел в радиорубку и прислушался. «Не зафиксировано ни одним прибором. Паники никакой нет. Домашние скоты живые организмы после краткого обездвиживания вновь пришли в себя». Он покрутил вернир настройки. Непонятные помехи, словно работающая газонокосилка, затмевали своим шумом голос диктора и едва удавалось расслышать конечную фразу передаваемых новостей. Он выдвинул шкалу настройки на максимум и, не морщася от пляски магнитных волн, попытался еще хоть что-то услышать. «Антициклон. Все вернулось. Что это было, мы оповестим позже. Температура в Диксоне». Все. Помехи исчезли. Дальше шли городские и зарубежные новости. Близь Новой Земли во льдах застрял рыбный сейнер. На космической станции МКС астронавты чувствуют себя в порядке. В Дублине открылась всемирная выставка и прочее, прочее, прочее. Андрей не стал слушать, удивившись лишь первым фразам диктора, еще не вполне сопоставив их со своим выводом, что с тучами, накрывшими небо, в это утро происходит что-то странное. Их цвет. С теми мыслями и вышел во двор. Бадик весело гавкнул у пустой уже миски и помчался по длинной наземной проволоке, прицепленной к ней кольцом двигающейся цели. Краем глаза Андрей заметил выведенный из гаража ГТТ, соснующим у его гусениц коржиным. «Значит, еще не завтракал», отметил про себя Андрей. «Ждет, когда остальные поедят». Бывший егерь тем временем выпрямился и запустил в небо квадрокоптер. В сарае их находилось несколько штук, и наравне с дронами их запускали каждое утро обследовать территорию с высоты птичьего полета. Проходя мимо датчиков асоцилографов, Андрей мельком бросил взгляд на застывший флюгер, показывающий абсолютное бездействие ветра. «Пурги сегодня не будет», — успокоил он себя. Хотя снег уже срывался, и в простом свитере к столовой идти было зябко. Толкнув массивную, обитую войлоком дверь, он вошел внутрь, выпустив изнутри клубы ароматного пара. Девушки суетились в окне кухни, из которой пахло жареной картошкой, луком и отварной олениной. Сергей Борисович, сидя степенно за общим длинным столом в форме буквы «Т», намазывал маслом бутерброд и слушал Василька с воодушевлением что-то говорившего ему, забавно жестикулируя руками. Чайник кипел. Маленький телевизор передавал вчерашний матч по футболу. В столовой царила та уютная утренняя атмосфера, когда хотелось побыть всем вместе, обсуждая грядущий день, заодно подводя итоги и дня прошедшего. Тони поднесла к столу миски, горячую сковородку и присела рядом. Лиза дорезала хлеб, поставив плетеную корзину рядом с тарелкой соленых огурцов. Начальник махнул рукой, приглашая Андрея присоединиться. Сам же, прервав Василька, шутливо подметил. — Быстрее скорости света, Витя, есть только скорость мысли. Если бы она, разумеется, была включена в систему исчислений как физическая величина. Сам посуди. Сейчас ты мысленно находишься здесь, на земле, в столовой станции Таймыр. Верно? — Так, — нехтя ответил тот, заворожно глядя на присевшую рядом Тоню. Уж больно не хотелось сейчас влюбленному парню слушать очередную лекцию профессора. Другое дело Тони. — Стало быть, — прервал его греза Сергей Борисович, — ты находишься сейчас в Солнечной системе. А уже щелк? — он прищелкнул пальцем. — И через мгновение твоя мысль перенесла тебя к центру галактики Квазару. А то и дальше. Вообще к обозримой границе Вселенной, до которой ты бы со скоростью света добирался, скажем, сотни и сотни тысяч световых лет. Так каких там сотни? Миллионы световых лет, если судить по ее предполагаемому возрасту после большого взрыва. Тебе еще туда долететь надо, Витя. А мысленно ты уже щелк и там. Вот это и есть парадокс скорости мысли, о котором еще упоминал наш старик Эйнштейн. Он фактически доказал, что выше скорости света ничего не может быть во Вселенной. Но также допускал чисто гипотетически, что мысль, будь она физической величиной, являлась бы конечной константой, непреложным и непреодолимым абсолютом в природе. Сейчас ты здесь и оп, ты уже, скажем, на краю Млечного Пути. Мысленно. Уяснил? Он похлопал младшего друга по плечу, чем, собственно, и отвлек его от мыслей о Тоне. Андрей тем временем, присев рядом с начальником, тихо поведал ему о своих мрачных предчувствиях, необыкновенном цвете туч и вещавшем радио, непонятно каким образом глушившимся какими-то неизвестными в природе помехами. О гости из космоса, гигантском шаре идеально круглой формы, опустившемся на Землю. Никто из обитателей станции, разумеется, еще не подозревал. Природа словно затаилась, укрыла себя завесой молчания и чего-то ожидала. День только начинался. На Таймыре завершают свою жизнь многие атлантические циклоны, благодаря чему этот регион часто называют кладбищем циклонов. Эти особенности местного климата стали известны, когда человек научился с помощью приборов вести наблюдения и записывать все показания, контролируя перемещение воздушных масс в атмосферных фронтах всего полуострова. Иными словами, об атмосферных перемещениях здесь стали знать с того самого дня, когда начала работать данная сейсмологическая база. Недаром она называлась метеостанцией. Магнитная зона, предположил Раевский, в нашем районе полуострова зачастую останавливает целые циклоны Андрюша. Отчего это происходит, ученые бьются уже не одно десятилетие. И сказать по правде, я тоже не совсем понимаю, каким образом этот феномен случается. Как начальник экспедиции я обязан это знать. Но он кашлянул виновата. Но не знаю. Никто не знает. Возможно, этот цвет туч, я, кстати, тоже обратил внимание сразу, как проснулся, как раз и взаимосвязан с одной из природных аномалий над нашим полуостровом. Мало ли таких непонятных науке мест на земле. В одной только нашей стране их десятки. Суди сам. Он стал загибать пальцы. Подкаменная Тунгуска. Баргузинский треугольник на Байкале. Становой хребет у реки Учур. Ущелье ветреных камней, как его называют местные жители на Алтае. Начальник махнул рукой. Перечислять до вечера будем. Везде свои непонятные феномены природы. Ты говоришь, что приемник не мог ловить волну из-за помех? Вот и тучи, вероятнее всего, приобрели на короткое время такой цвет благодаря неизвестной нам аномалии. Да, но приборы. Приборы. А что приборы? На то она и аномалия, чтобы выпадать своей структурой из общепринятых понятий физических законов. Потому приборы и не зафиксировали ничего. Антициклоны могли на определенный срок остановиться, прекратить свое вращение, а затем по непонятным нам причинам снова ожить. Будто ничего и не происходило. Цвет был такой, Андрей беспомощно обвел помещение взглядом. Будто одинарный, что ли. Без каких-либо примесей, оттенков, полутонов. Как на компьютере выведенной. Как ламинированная обложка тетради одним серым цветом. Начальник немного задумался. Вот что. Решительно поднялся он. Пойдем-ка сходим в радиорелейную установку. Послушаем, что передают более мощные приемники. Заодно глянем в телескоп. Посмотрим, что он нам покажет в небе. Поблагодарив девушек за завтрак и прихватив с собой упирающегося василька, они втроем покинули столовую. А ты, Ромео, нарочито начальственным тоном отчитал он Витю. Марш в гараж, заниматься делом. А то Коржин за тебя всю работу делает. Позже налюбуйтесь с Тони, когда проверка отбудет во свояси. Чтобы у меня на станции все блестело, все работало и нигде не било током. Если Павел Семенович останется недовольным, считай, что ты труп. Отправлю в тундру без еды и воды в гости к снежному человеку. Кусек? Я воль, весело откликнулся Витя. Осмелюсь доложить, что снежный человек бывает в тайге, а не в тундре. Здесь бигфуты? Неважно, отмахнулся начальник. Это я к слову, смысл ты понял. И они с Андреем направились к радиорелейной установке. Коржина покличьте, донеслось им вслед из столовой. Второй раз разогревать не будем. Интересно, подумал Андрей, едва поспеваясь за начальником. А у этого Коржина зона комфорта всегда величиною сплавательный бассейн, что не подступится. Время подходило к половине девятого, и небо теперь было чистым, без каких-либо признаков аномалии. Сменив бывшего егеря, чтобы тот успел позавтракать, Василек залез под днище вездехода, вероятно, исправляя там какие-то поломки. А Сергей Борисович в это время просматривал записи радиотелескопа, который должен был фиксировать все необычные явления в небе, если они, разумеется, происходили. Должен, но не зафиксировал. Стационарные приборы не заметили ничего, что хоть маломальски напоминало аномалии. Откровенно говоря, Андрей уже был готов к этому, и нечто подобное предполагал еще прежде, чем они вошли в радиорубку. Раз в приемнике сообщили, что ни один прибор в Норильске и Дудинке не зафиксировал остановки циклонов, то каким образом эту аномалию могли зафиксировать приборы, едва дышащие на ладан, и уже давно списанные, здесь в радиорелейной установке? Считывающее устройство радиотелескопа молчало и не показывало никаких отклонений от нормы. Сам телескоп был направлен рефлекторными зеркалами в определенный сектор неба, а остальное мигающее и жужжащее оборудование спокойно работало в заданном режиме, будто ничего не происходило. «Странно», — произнес начальник себе под нос, «ничего не понимаю». Он озадаченно потер затылок, недоуменно взглянув на своего младшего помощника. Кругом были протянуты провода считывающих устройств, стояли стеллажи со схемами и документациями, иным из которых было по меньшей мере с десяток лет. Большинство оборудования вышло из строя еще в прежние вахты, а оставшиеся приборы работали автономно, требуя проверки раз в 2-3 месяца. И если бы не телескоп, к которому они наведывались регулярно, то слой пыли на столах был бы гораздо толще. Сергей Борисович приходил сюда лишь для просмотра записей радиотелескопа. Пролетающая комета или приближающийся метеорит, наверняка бы сразу записались считывающим устройством. Но, как уже было сказано, радиотелескопам абсолютно ничего не записалось. Они еще немного покопались в оборудовании, проверили показания, просмотрели график движения по небосводу тех или иных космических тел, затем, так и не обнаружив каких-либо сбоев программы, покинули пыльное помещение, затворив двери до следующего визита. — Ты что-нибудь понял? — спросил начальник станции, когда оба возвратились в жилой блок. — Только то, что там изрядно грязно. И нужно попросить Тоню протереть паутину и пыль перед приездом Павла Семеновича. — И это тоже, согласился Раевский. — Но я о телескопе толкую. Ни одной записи. Хотя последний раз мы проверяли его неделю назад. Он позвал Тоню и попросил убраться в радиорелейной станции, отпустив Андрея по своим делам. Сам же направился в комнату радиорубки, проверить еще раз приемники, поскольку вдалеке уже слышался рокот подъезжающего вездехода. Весь двор базы наполнился выхлопами солярной гари и ревом танкового двигателя, сподивая со столбов электропередачи, полярных сов и куропаток. Бадик заливисто загавкал. Огромный тягач-вездеход, сделав последний разворот на гусеницах и выдав напоследок клубы отработанного топлива, застыл у гаража словно изваяние, распространяя вокруг себя едкий запах солярки. Один за другим из кабины выпрыгнули три пассажира и, очутившись на твердой земле, принялись разминать конечности после долгой дороги. «Ох, растрясло же нас по этой чертовой тундре!» — весело пробосил старший из них. Павлу Семеновичу было за пятьдесят, и из всех троих он выглядел самым рослым. Под стать своей манере выражаться всегда громко и властно, чтоб все его слышали, при этом абсолютно не осознавая своим добродушием, что голос его звучит начальственным тоном. «Я такой поездки век не видывал», — заявил он, пожимая руку Раевскому. «Или новый водитель Лопух или Тундра стала еще более непроходимой». Их встретили хлебом с солью и торжественно провели в столовую, где усердиями девушек уже был накрыт праздничный стол. Поочередно обняв собравшихся коллег и потрепав по плечу своего любимца Витю Василька, он удивился, поднимая первую рюмку с дороги. «А где же ваш Коржин? А чего не встречает?» Только тут все заметили, что бывшего егеря нет среди них. Словно сквозь землю провалился. «И порядок», — крякнул куратор, закусывая соленым огурцом. «Впрочем, ладно, я всегда замечал, что он у вас какой-то странный, нелюдимый, всегда старающийся быть незаметно. Еще появится, надеюсь?» Сергей Борисович только пожал плечами, сам не понимая его отсутствия. «Еще недавно был в гараже, потом сходил в столовую и на тебе, перед приездом начальства куда-то исчез». «Прохор», — гаркнул Павел Семенович в раскрытую дверь столовой. Андрей сразу отметил про себя, что водитель новый, явно из местных, из Диксона, раз имя такое и дивное. «Здесь Прохор», — донеслось из глубины ГТТ с будкой. «Машину зверя твоего в гараж? Василек тебе поможет. Проверь радиатор и потом к нам в столовую, ясно?» «Так точно», — по-военному отчеканил водитель. «Все в норме, ваш броди. Поломок нет, солярка залита, радиатор в порядке». Витя поспешил знакомиться с Прохором, а остальные, рассевшись за столом, принялись беседовать, закусывая и наливая по второй рюмке. Инспекция на станцию Таймыр прибыла. Это была полярная тундра, и Коржин углубился уже на порядочное расстояние. Хотя и находился еще в зоне их постоянных вылазок в радиусе нескольких километров от базы. К северу лежал Пясинский залив с его изогнутой береговой линией, у которой располагался рыбацкий поселок. Слева протекала река Пясина, с ее бесчисленными мелкими притоками. А дальше, далеко на востоке, у хребта Быранга, соседствовал населенный пункт Усть-Тарея, до которого было не менее 400 километров. Коржин сейчас продвигался пешком по территории, исхоженной им с десяток раз, поскольку на расстоянии восьми-девяти километров вся тундра вокруг базы была изучена вдоль и поперек. Полярники не раз бродили по ней, стреляя в куропаток или натаскивая бадика на забегавших сюда песцов. Настроив рацию на прием, он тайком покинул столовую, совершенно не имея желания встречаться с куратором станции. И дело вовсе не в его нелюдимости. Отнюдь. Он отошел от жилой территории километров на 15 и приближался к границе, где пешком уже никто так далеко не заходил. Все больше на снегоходах. Пройдя еще с полчаса, он остановился, осматривая под ногами последние следы гусениц, развернувшихся назад. Дальше протекторы заканчивались, и начиналось белое безмолвие, каким описывал его в своих романах небезызвестный Джек Лондон. Отжившие короткий летний сезон кустарники Вероники, Брусники и Багульника окружали его со всех сторон, а пожухлая сухая трава стелилась под ногами, давая возможность перепрыгивать с кочки на кочку, не замочив ног в топком болоте. Повсюду рос мох и лишайник. Это был последний ареал обитания хвощей, сибирских лиственниц и карликовых берез. Дальше только ягель и вечная мерзлота. Бывший егерь внезапно прислушался и вскинул ружье. Где-то шмыгнул горностай. Вдалеке послышался приглушенный рык полярной рыси. Снующие тут и там лемминги, на которых Коржин не обращал внимания, как-то вдруг застыли на секунду. Затем пискнув, бросились в разные стороны. Не иначе медведь поблизости, мелькнуло у Коржина в голове. Он встречался однажды с этим грозным хозяином тундры, проезжая мимо на Буране. Однако вступить в контакт, разумеется, не счел нужным. Он даже не стал прицеливаться. Развернул снегоход и умчался прочь, подальше от неприятностей. Сейчас такая встреча не сулила ему ничего хорошего. И егерь впервые пожалел, что не взял с собой бодильона. Но произошло совсем иное, чем он ожидал. Вместо медведя или какого-то другого хищника, Коржин внезапно почувствовал, как сжало грудную клетку, перекрывая доступ к кислороду. В глазах потемнело, и он едва не уткнулся носом в серый мох, подгибаясь на ногах, словно на сломанных спичках. Тут-то он и увидел это. Ружье выпало из рук. Транссивер, никуда негодный в данную минуту, упал рядом, зарывшись своей антенной во влажный мох. Голова гудела, как сотни колокольных набатов. Ноги, подкошенные и потерявшие опору, стали ватными, а сердце отбивало стук, подобно отбойному молотку. Из серой пустоты, раскручиваясь кольцами и стелясь по земле, словно щупальцами, стал наползать непонятный туман, обволакивая своей серебристой субстанцией ближайшие кочки и кустарники. Клубы испарения застыли в метре от него, теряясь своими зыбкими очертаниями где-то высоко над головой, в вышине внезапно сгустившегося неба. Он сделал несколько неуверенных шагов, чтобы попытаться выйти из объятий. Как вдруг, какая-то матовая дымка, похожая на сетку экранного монитора, буквально прошила его дугой электрического тока, пройдя тело, как вода сквозь кухонное сито. Коржин сам того не ведая, пересек некую границу, разделявшую два противоположных по своей сущности мира, и оказался внутри, попав в иное измерение совершенно другого пространства. Ощутив мгновенный переход из реального состояния в почти невесомое, он тотчас застыл на месте, отрешенно наблюдая, как сетчатая дымка сомкнулась за его спиной и исчезла, перестав существовать. Был туман, и нет его. Пропал. Сгинул. Испарился. Вместо него, как в пчелиных сотах, в воздухе парила пелена восьмиугольных ячеек, подогнанных друг к другу с абсолютной математической точностью, явно искусственного происхождения. Завеса была рукотворной. Казалось, внутри этого замкнутого купола, накрывшего его, кроме отсутствия гравитации, не существовало никаких физических постулатов. Ни движения, ни света, ни запахов. Превозмогая внезапно нахлынувшую усталость, он уже было потянулся к рации. Как вдруг она сама пискнула, заработав в режиме приема-передачи. Кто-то неведомый, непонятный и весьма надо полагать настырно и пытался прорваться к нему сквозь защитный экран и народной сферы. Но Коржин уже этого не слышал. Его поглотила пустота. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Который позавидовал бы сам Евклид. Окажись он здесь из своих далеких времен. Колоссальный объект неизвестного происхождения висел над поверхностью в нескольких метрах от земли, абсолютно не подавая никаких признаков жизни. Высотой он превышал любое многоэтажное здание, какие доводилось видеть геологам, посещая Диксон, Дудинку или Норильск. Справа и слева от пузыря, как назвали его искатели, по выкопанному грунту сновали грузовики с полными кузовами вырытой почвы. Тут же работали пыхтя соляркой экскаваторы, а по всему периметру копошилось несколько десятков людей в теплых комбинезонах и средствах химической защиты. Голоса смешивались с ревом механизмов. Над объектом висел смог отработанной солярки, и снег, уже мелкий, порою переходящий в небольшую метель, окутывал своей заполярной массой всю близлежащую территорию в радиусе 6 квадратных километров. Мороз крепчал. Вчера было минус 12, сегодня градусники показывали уже минус 16. Почва верхнего слоя промерзла, но все же не настолько, чтобы ее не смог снять острозубый ковш бульдозера. Несколько дней назад, проверив уровень радиации и окружив территорию всевозможными датчиками слежения, изыскатели, прибывшие в эту часть тундры из Норильской дудинки, навесили кругом прожекторы, обнесли пузырь сканирующими приборами, и сверху из слоев атмосферы навели на него сейсмологические спутники, лучами которых контролировали неопознанный объект. Вокруг раскопок под нищим шаром по всему периметру карьера раскинулись временные утепленные жилые блоки для трех десятков изыскателей, вызванных Павлом Семеновичем из столицы, поскольку открытие неопознанной аномалии уже само по себе несло категорию сенсации мирового и планетарного масштаба со времен высадки человека на Луну. С момента исчезновения егеря Коржина прошел месяц. Снег, прежде падавший невесомыми хлопьями, затем все более сухой и мелкий, постепенно накрыл участки тундры своим серым покрывалом, и долгая полярная зима шаг за шагом начала входить в свои права. Место исчезновения Коржина коллеги обнаружили месяц назад, отправившись на поиски по его следам, которые через несколько километров обрывались на пустом месте, рядом с валявшимся в лишайнике транссивером. Тут же лежало и брошенное в попыхах ружье, что наводило на мысли о внезапности случившегося. Просто так егерь не выпустил бы винтовки из рук. Оставив девушек на станции, группа Раевского во главе с Павлом Семеновичем отправилась на снегоходах по следам Коржина, а остальные помощники должны были догнать их на ГТТ с водителем Прохором. Верный пес-бодильон бежал рядом, прицепленный поводком к одному из буранов, принюхиваясь к следам своего хозяина. Спустя два часа быстрой езды Бадик начал проявлять нетерпение, и когда его отцепили, тотчас помчался вперед, оглашая тундру заливистым лаем. Замерев в охотничьей стойке у небольшой карликовой сосны, пес всем видом показал, что нашел нечто важное, принадлежавшее исчезнувшему егерю. Тут-то и обнаружилась валявшаяся под первым снегом рация, рядом с брошенным в попыхах ружьем. Ни следов борьбы, ни обрывков одежды, ни оставленных знаков в виде зарубок или сломанных веток не было. Следы обрывались на ровном месте, будто утыкались в невидимый глазу тупик. Все. Дальше пустота. Василек осмотрел рацию со всех сторон и подозвал Андрея. Кнопка рации работает на передачу, пояснил он, показывая другу транссевер. Остальные разбрелись по поляне, выискивая в припорошенном снегу хоть какие-либо улики, указывающие, что их коллега остался жив, а не был растерзан тем же медведем. «И что?» — поинтересовался Андрей. «А то, друг мой, что в момент нажатия на передачу его, очевидно, что-то испугало, и он не успел выйти с нами на связь, уронив рацию в лишайник. Подошли остальные». «Может, просто случайно выронил?» — предположил куратор станции. «Случайность, Павел Семенович», — поправил начальник Караевский, — «это хорошо организованная необходимость, и что-то мало верится в столь многозначительное совпадение». Вот тут-то они и увидели это. Точнее, первым аномалию приметил Василек. И, толкнув Андрея в бок, глазами показал поверх макушек деревьев. Ни он, ни остальные, взглянувшие в этом направлении, ничего подобного в жизни не видели. Даже профессор едва не ахнул, присев на подкошенных ногах. Гигантская громада сфероида идеальной формы возвышалась над тундрой, словно колосс Родовский, закрывая собой четверть неба и гася лучи полярного солнца. Он будто возник только что, ниоткуда, из пустоты, переливаясь всеми цветами спектра и висящий в пространстве в нескольких метрах от земли. Как они могли его не обнаружить, подъезжая на снегоходах к этому участку тундры? По всем физическим законам этот циклопический объект должен быть виден еще задолго до их приближения, возвышаясь над деревьями, словно пик горной вершины в отрогах Альп. Шар нависал над их головами своей колоссальной массой, абсолютно не подавая никаких признаков жизни. То, что этот объект был искусственным, а не природным, не вызывало никаких сомнений. Какая же сила, а точнее разум, смогли создать нечто подобное, неведомое и непонятное человечеству со времен его существования на планете? Ответов не было. Задрав головы, полярники еще долго созерцали неизвестный объект. Затем, так и не обнаружив своего коллегу, все вернулись к вечеру на базу, рассказав девушкам о случившемся. В тот день инспектирование станции Челюскин было отложено Павлом Семеновичем на неопределенное время. И вместо этого он помчался на вездеходе в Диксон оповестить весь научный мир о находке в тундре полуострова Таймыр загадочной аномалии, прибывшей к нам на планету, очевидно, из космоса. Там же он предполагал набрать первую команду изыскателей для его детального изучения. Таким образом, в течение месяца вокруг пузыря появились жилые блоки, котлован, техника и многолюдный штат всевозможных уфологов, биологов, археологов и прочих специалистов со всей страны. Коржин пропал. Целый месяц о нем на станции не было никаких известий. Пока однажды... Был обычный день, наступающий на Таймыре зимы. Когда утром все разъехались на снегоходах и проводив коллег, Лиза на базе осталась одна, не считая бодильона в утепленной будке. Бадика на ночь забирали в жилой блок. Однако днем, при температуре минус 20, он вполне мог находиться на морозе, бегая по территории на цепи, прикрепленной к длинной проволоке, тянувшейся от конуры до самых ворот, минуя столовую, водокачку и радиоролейную станцию. Лиза не первый раз оставалась одна, заведуя всем хозяйством базы, и в ожидании друзей занималась готовкой, стиркой, уборкой помещений, от чего ее все любили и уважали. Проводив поисковые группы, в каждой из которых было по два человека, она уже хотела заняться хозяйством, как вдруг обнаружила нечто, что заставило ее замереть на месте, держа в руке миску для Бадика. Пес, кинувшийся к ней с веселым лаем, внезапно застыл, поджал хвост и утробно зарычал в пустоту. Фрагмент этого пространства, возле водокачки, начал закручиваться в некое подобие туманной спирали, размером с футбольный мяч, и по мере приближения к жилому блоку, все больше расширялся в диаметре, паря бесшумно над поверхностью земли на расстоянии полтора метра. Клубящейся дымкой осязаемый шар возник неоткуда, покинул водокачку и, плавно перемещаясь в земной атмосфере, остановился в нескольких метрах от собаки и ее хозяйки. Теперь он раздулся до размеров подстанции, еще спустя несколько секунд до размеров сарая, и, видимо, израсходовав всю энергию, застыл на месте, продолжая пульсировать и клубиться внутри себя, словно кипящий бульон в кастрюле. Все это время, а прошло не более 20 секунд, Лиза смотрела на аномалию вытаращенными от страха глазами, и ее рот, открытый в безмолвном крике, так и не успел выдать ни визга, ни восклицания, ни всхлипа. Пес тоже молчал, лишь изредка паскуливая от страха. Непонятное физическое явление уменьшилось в размерах, и, продолжая скручиваться внутри себя в замысловатые узлы, выплюнуло в пространство несколько шаров поменьше, с обычной кулак-величиной. Зрелище было жутковатое. Ни Лиза, ни Тони сами так и не побывали на месте обнаружения необъяснимого наукой феномена, но хорошо усвоили его очертания по рассказам и фотографиям, которые им показывали Василек с Андреем. Этот шар был поменьше, однако определенно принадлежал к той же неземной природе происхождения, что и сам гигантский пузырь, как они все его называли. Клубящаяся узлами сферы покачалась еще пару секунд, будто рассматривая пристально окружающее ее пространство, колыхнулась и неспеша поплыла назад к водокачке. Девушка так и не поняла, была ли то шаровая молния или такой же гость из космоса, посетивший их станцию этим морозным утром по какой-то неведомой ей причине. Бодильон, успевший спрятаться в будку, осторожно высунул из нее сухой от страха нос, проводил взглядом объект на достаточно безопасное расстояние и только тогда неуверенно гавкнул. Это испровоцировало Лизу наконец взвизгнуть, бросить миску и кинуться внутрь барака, едва не перелетев через порог. Сгусток тумана на миг остановился, как бы прислушиваясь к лаю собаки. Затем рассыпался в пространстве, потек струями по земле, быстро взметнулся вверх и испепеляющим жаром обрушился на водокачку. Зажглось ослепительно белое пламя, вовсе не похожее на огонь, а точнее вообще ни на что не похожее. Лиза дико вскрикнула и захлопнула за собой дверь. Пламя над водокачкой тут же погасло. Морозный воздух накрыл площадку станции. И наступила тишина. Девушку била крупная дрожь. Казалось, по территории базы прошла какая-то неведомая энергетическая волна вибраций, похожая на землетрясение среднего порядка. Позже приборы сейсмографов это подтвердят. И тут же ушла сама собой в глубину недр земли, где и пропала окончательно. Сгусток, клубок, узел тумана исчез. Белесая вспышка огня растворилась в окиси азота. Высвободила из себя чистый кислород. И с громким хлопком, будто мыльный пузырь, взорвалась в пространстве, уступая место теперь уже окончательной тишине. На все про все ушло не более минуты. Водокачку от пожара спасла цистерна с водой, возвышавшаяся над строением и предназначавшаяся для хозяйственных нужд базы. Только теперь Лиза спохватилась и бросилась к стационарному передатчику, настроенному автоматически на частоту раций каждого из сотрудников базы. Вызывать Витю с Тони, которые вылетели на вертолете, осматривать очередной квадрат тундры, было лишней тратой времени. А вот Андрея и Сергея Борисовича волной частоты она вполне могла поймать, что и сделала незамедлительно. Ответил начальник станции. Скороговоркой, глотая буквы и путаясь в собственных словах, она кое-как объяснила о только что произошедшем, на время забыв о Бадике и собственном страхе, уже постепенно отпускавшим ее, как и следовало ожидать от отважной девушки, не раз сталкивавшейся с опасностями любого рода. Раевский, едва поняв ее, тут же оповестил, что разворачивает снегоход назад и через полтора часа будет на базе, а она пусть ни под каким предлогом не покидает жилого блока. Но тут случилось еще более странное. Как только она закончила сеанс связи со своим начальником, со стороны водокачки послышался надрывный кашель, Бадик радостно гавкнул, и вопреки всем физическим законам природы, из-за ее ограды показался едва различимый силуэт. Позже Лиза вспомнит, что не сразу узнала в этом расплывчатом фантоме своего исчезнувшего коллегу Коржина. Да, это был он, егерь собственной персоной. Но в каком виде? Как он мог здесь оказаться? Прошел месяц со времени его исчезновения, причем внезапного и необъяснимого. Его продолжали искать, но скорее уже ради проформы, поскольку выжить в морозной тундре более трех дней, не имея никаких средств существования, практически невозможно. И Лиза прекрасно знала об этом. Она взяла в руки попавшийся на глаза огнетушитель, прильнула к оконному стеклу и наблюдала за его поведением, совершенно не соображая радоваться ей или прятаться от столь внезапного появления. Бывший егерь передвигался как-то странно, покачиваясь из стороны в сторону и озираясь, будто впервые оказался на территории незнакомой ему базы. Увидев подбегавшего пса, он шарахнулся в сторону, прикрыв руками грудь, словно от налета вражеской авиации. Да так и застыл на месте, рефлекторно ощутив, что бежать не имеет смысла. Собака все равно его нагонит. Похоже, хозяин совсем не узнавал своего питомца, отчего у Бадика опустился хвост и прижались уши. Бедная собака абсолютно не понимала действий своего хозяина. Лиза за окном отметила про себя месячную бороду на давно небритом лице, порванную местами одежду, потрескавшиеся губы, впалые и пустые, едва держащиеся на ногах, размягшие унты и совершенно голые, все в коростах руки, обмороженные от отсутствия рукавиц. Вместо шапки на голове был повязан его же собственный шарф, который Тоня вязала в часы досуга всем коллегам по станции. И в качестве последнего штриха девушку пугали именно глаза появившегося. Красные, дикие, пустые, безумные. Такие глаза бывают у затравленного зверя, попавшего в западню и ищущего выход. Грызть, рвать, терзать, лишь бы вырваться в безопасную зону. Взгляд загнанного зверя. Лиза весьма хорошо помнила опись вещей, найденных на месте его исчезновения. Следы обрывались внезапно, будто провалились в пустоту. Рядом валялись рация и винтовка. Ни бинокля, ни фотоаппарата, которые егерь брал с собой во время таких вылазок в тундру, ни тогда, ни сейчас при нем не оказалось. И что ей теперь оставалось делать? А между тем в дверь уже стучали. Громко, властно, настойчиво. Это была река Пясина, впадающая в одноименный Пясинский залив Карского моря. Ее речное русло пролегает по глухим нежилым местам, где по берегам попадаются редкие брошенные деревушки, в которых люди уже давно не живут еще со времен распада Советского Союза как державы. На ней много порогов и перекатов, и своими бурными потоками она напоминает могучий Енисей в миниатюре, с той лишь разницей, что здесь по всем склонам берегов были в беспорядке разбросаны вкопанные в землю загадочные камни, идеально круглой формы, имеющие разную величину и объемы. Андрей знал от Раевского, что подобные каменные извояния в археологии называют сейдами, так же, как в Карелии, близ реки Охта. Очевидно, отголоски карельских мифов и шаманских поверий неразрывно связаны с подобными легендами Таймыра. И сказания о каменных идолах еще издревле распространились по всему полуострову, особенно укореняясь в глухих его частях заполярной тундры. Одно из таких поверий Андрей слышал от рыбаков в поселке и, отыскивая Коржина, решил навестить этот участок реки. Скорее ради интереса, нежели в научных целях. В эту часть тундры никто из смотрителей станции не заезжал, поскольку места были непроходимыми и дальше на снегоходах продвижение было невозможно. Вот сюда он и направил свой буран, доехав до последней поляны у берегового обрыва, где и оставил его на несколько часов, прикрыв брезентом. Эту обрывистую пойму реки местные шаманы в третьем поколении называли «долиной духов», имея в виду, что забредший судопутник никогда не возвращался назад. В цивилизованном же варианте эта долина называлась Сейдовой, от слова «сейд» — каменный идол. Они представляли собой огромные валуны, опорами которым служили несколько камней меньшего размера. И Андрей знал, что официальная наука не признает в них природное образование или результат тайнья ледников. Здесь было намного сложнее. Они были рукотворными, и иные достигали размерами трехэтажных домов с колоссальной массой давления на один квадратный метр почвы. В прежние времена, после Великой Отечественной войны, сюда уходили целые экспедиции. Однако люди пропадали и не возвращались назад. Сколько бы их не искали. Двое изыскателей из числа экспедиции Леонида Кулика пытались пройти здешним маршрутом, отстав от группы на несколько дней. Больше их никто не видел. Они исчезли бесследно, канули в вечность, растворились в истории, как и большинство других смельчаков, пытавшихся раскрыть тайну Сейдов в этих сакральных местах. Андрей знал, что вышесказанное вовсе не является истиной в последней инстанции. Это только одно из предположений. Однако оно лишний раз указывает на то, что река Пясина с ее загадками порождает самые невероятные гипотезы. А они, как известно, возникают тогда, когда весьма трудно объяснить какое-либо явление с позиций современной науки. Именно перед таким явлением и стоял сейчас Андрей. Руководствуясь картой в поисках егеря, он, тем не менее, совершенно случайно забрел в это глухое урочище, абсолютно не подозревая, что ждет его впереди. До сегодняшнего числа, исколесив порядочную площадь тундры на своем снегоходе, он день ото дня расширял периметр поисков, оставляя огромные участки снежной пустыни своим друзьям, Тони и Васильку, которые осматривали их с кабины вертолета, облетая квадрат за квадратом территорию Глухого Пясенского залива. Но они, разумеется, сверху так и не увидели эту долину у реки, в которую сейчас спустился Андрей. Каменный сферолит идеально круглой формы как бы балансировал на гранитной подставке. Но легкое дрожание поверхностной площади наблюдалось не только при порывах слабого ветра, а и не прекращалось даже тогда, когда становилось совсем тихо, если не считать шума бурлящих потоков близкой реки. Монолит был крупный, выше его роста, вероятно, очень тяжелый, однако его вибрация была заметна даже невооруженным глазом, без всяких датчиков и сверхчувствительных приборов. Глыба сразу напомнила ему тот колоссальный сфероид, что они обнаружили в первый день поисков Коржина, где сейчас находился Павел Семенович с целой бригадой научных сотрудников. Мысленно Андрей окрестил его младшим братом той загадочной сферы. Гладкий, словно отшлифованный неведомой наждачкой, он походил на бильярдный шар, увеличенный в размерах. И это наводило на мысль, что данный объект создан неким всемогущим разумом, нежели повелением природных стихий. Монолит со всех сторон окружали кусты, и он находился на противоположном берегу метрах с двадцати от бурлящего потока. Вокруг Сейда земля была утоптана, и создавалось впечатление, что к этому месту регулярно ходили сотни лет. Очевидно, когда-то населявшие эти места гиперборейцы совершали возле каменного шара свои ритуальные обряды. «Кто знает?» – подумал Андрей. Такие же сферолиты из спрессованного песчаника находили и в Мангошлаке, и на земле Франца Иосифа, и на Новой Земле, и на других архипелагах Карского моря. Насколько Андрей знал из рассказов Раевского, ядро таких шаров составляло органика, а поверхность была либо из минерала марказита, либо из вулканического стекла обсидиана. Что находилось внутри, никто не знал. Поскольку шары не поддавались изучению. Их не могли ни распилить, ни просканировать, ни просветить рентгеном. Как, собственно, и ту сферу, что обнаружили изыскатели. Она не давалась изучению, оградив себя неким силовым полем, при соприкосновении с которым изыскателей било высоковольтным током и отбрасывало на несколько шагов непонятной гравитации, заключенной внутри аномального объекта. Как хочешь, так и понимай. Подумал Андрей. Выходит, вот откуда идут эти поверья шаманов. Следовательно, их изготавливали либо с натуры, либо по памяти. Но в обоих случаях в те времена гипербореи так или иначе присутствовал контакт. Древние люди видели эти сфероиды собственными глазами, фигурально выражаясь по горячим следам. И каким-то неизвестным способом вырезали из монолитных кусков скал похожие образы в виде сейдов. Бросив последний взгляд на загадочное образование, он поспешил к оставленному снегоходу, чтобы по рации связаться с начальником, предварительно отметив на карте месторасположение инородной аномалии. Уже подходя к Бурану, он отчетливо услышал звуки вызова. Кто-то настойчиво пробивался к нему на связь. Схватив транссивер, он включил передатчик на прием. «Андрей!» — донеслось из мембрамы. «Где ты?» «Что случилось, Сергей Борисович? Я только что обнаружил...» Андрей сквозь помехи хотел передать начальнику, что нашел загадочные сферолиты неизвестного происхождения, как на Мангышлаке в Казахстане, но не успел. «Это позже», — перебил взволнованный голос Раевского. «Плушай меня внимательно. На станции что-то произошло. Со мной связалась Лиза. Похоже, она в опасности». Кроме искаженного помехами голоса, в рации доносились звуки ревущего двигателя и завывание встречного ветра. «Я развернулся и еду назад», — кричал профессор сквозь помехи. «Она что-то пыталась мне сказать о каком-то огне, чуть не спалившем водокачку, и...» «Что?» — Андрей уже застёдивал сумку, перекидывая ногу через сиденье. «Какой-то большой шар, плавающий в воздухе, как тот пузырь в карьере, только размерами меньше». «Снова шар», — подумал Андрей, выжимая сцепление. Мотор заревел, перекрывая громкость рации, и уже на ходу Андрей дослушивал остальное. «Василька с Тони я предупредил. Они тоже разворачивают вертолёт. Так что возвращайся. Лиза в панике и не знает, что делать. И ты сам понимаешь, просто так она бы не выходила на связь. Там что-то случилось. Она не успела толком объяснить, рация умолкла. И голос пропал внезапно». «Понял вас», — крикнул Андрей, выбираясь на свою колею. Гусеницы взметнули комья снега. Где-то с испугом промчался песец. «Поспеши!» — рация умолкла. Андрей кинул её в бардачок и, что есть мочи, надавил на газ. Опять шар. И в том карьере, и тут у реки на станции. Прямо нашествие какое-то. Всю дорогу его не покидала мысль, что что-то должно произойти. Что-то неведомое, необъяснимое и неподдающиеся логики витало в воздухе с того момента, когда впервые остановились циклоны. Когда был обнаружен неопознанный объект. И когда, собственно, исчез сам Коржан. Он ещё больше прибавил газу. А когда со всего размаха въехал во двор территории, то обнаружил пустой снегоход начальника. Сергей Борисович его опередил. С этого момента события на станции начали развиваться в геометрической прогрессии. Входная дверь жилого барака была раскрыта настиж. И это при таком-то нешуточном морозе. Бодильона нигде не было. Андрей свистнул, но собака не залаяла. Тут что-то было не так. Нигде никого. Переступив порог и едва не споткнувшись, а валявшийся на полу огнетушитель, он осмотрел комнату пульта управления, признавшись себе, что чувствует какую-то смутную тревогу, закравшуюся внутрь, словно он боится чего-то неизбежного, что должно произойти с минуты на минуту. И лишь добравшись по коридору комнате отдыха, он внезапно понял, что именно его тревожит. Гнетущая тишина. Она была повсюду. Тяжелая, жуткая, страшная. Его сознание буквально швырнуло вниз, отчего все внутренности взметнулись к горлу, выворачивая наружу в позывах нестерпимой рвоты. То, что он увидел, едва не лишило его рассудка. Посреди комнаты отдыха, рядом с перевернутыми креслами, в луже растекшейся, уже подсыхающей крови, лежала Лиза. Руки ее были раскинуты в стороны. Голова неестественно вывернута к окну, в которое смотрели ее стеклянные и безжизненные глаза. Рот был открыт в агонизирующем крике. На затылке зияла кровоточащая рана, из которой пульсирующими толчками все еще продолжала вытекать кровь. Чудовищной силой удар, видимо, пришелся девушке сзади. И падая в беспамятстве, она так и не осознала, с какой стороны к ней пришла смерть. Лужа подсыхающей крови была забрызгана ошметками мозговых тканей, и комочки желеобразной субстанции не давали Андрею прийти в себя. Позывы рвота чередовались каждые две-три секунды, пока он, наконец, обильно не исторгнул из себя все то, что накопилось в его организме. Настолько вокруг было мерзко и противно. Слезы заволокли глаза. Андрею не нужно было приседать и проверять пульс. Девушка была мертва. По крайней мере, уже полчаса. Именно столько нужно, чтобы кровь начала сворачиваться, застывать и превращаться в засохшую лужу. Тут и криминалистом быть не обязательно. Этот свинцовый запах смерти. Шатаясь, как маятник, охватая ртом спертый воздух, он сквозь пелену слез уставился на следы представшей перед ним трагедии. В том, что здесь произошло убийство, он нисколько не сомневался. Ближайшие перевернутые кресла валялись в нескольких шагах от тела. Рядом отчетливо виднелись три следа. Очевидно, вступивших в лужу крови, а затем поспешно отпрянувших назад. Левый, правый, левый. И пустота. Следы обрывались внезапно, словно наткнувшись на некую невидимую преграду, непонятным образом возникшую перед убийцей. Подошвы оленьих унтов обрывались прямо посреди комнаты. До двери не допрыгнуть. Физически такое невозможно. Обладай ты хоть прыткостью гепарда. До нее было не меньше десяти метров. Андрей застыл на месте, бессмысленно вглядываясь в последний левый след оленьего унта. Когда-то Витя Василек показывал ему подошвы всех обувок, которые частенько ремонтировал. Набивал войлок, правил, подстёдивал, подшивал. Одним словом, приводил в порядок. Каждая подошва имела свою индивидуальность и отличалась стёжками от других, имея свою собственную структуру. У Вити она была ёлочкой, у Раевского и Коржина тракторной, у остальных ещё какими-то узорами, а у самого Андрея подошва была паркетная. Здесь присутствовали отпечатки тракторной подошвы. Сергея Борисовича или Коржина. И последний их след обрывался в центре помещения. Всё ещё полностью не придя в себя, он кинулся в комнату радиосвязи и, отпихнув ногой огнетушитель, принялся со стервенением крутить верньер на стройке, пытаясь лихорадочно поймать Витину волну, на которой работала его рация. Зафиксировав шкалу на нужной отметке, он едва не заорал в мембраму микрофона. «Витя, ответь!» Словно из потустороннего мира откуда-то издалека послышались завывания вертолётных винтов. Затем сквозь шум и треск помех раздался голос Василька, перекрикивающий пропеллеры. «Слышу, кто на связи?» «Андрей, где бы вы ни были, срочно возвращайтесь!» прокричал он на всю комнату. «У нас беда!» Помехи приглушили Витин голос. «Я на станции!» кричал Андрей, сам не узнавая свой голос. «Слышите? Здесь произошло убийство!» Последовала пауза. И, как показалось Андрею, далёкий всхлип, воскликнувший в ужасе Тони. «Будем через час. От взлётной площадки ещё полчаса на снегоходе!» прокричал в ответ Витя, и рация умолкла. Сколько Андрей не пытался вернуть утерянную волну, всё оказалось бесполезным. Её будто отключили. Лихорадочно озираясь по сторонам, он совершенно потерял контроль. И сбитый с толку пытался отрывочными мыслями привести себя в порядок. Прежде всего, где сам начальник станции? Где Раевский? Пустой снегоход стоит во дворе. Следовательно, он должен быть здесь. А это значит... Это значит, что он видел убийцу. Андрей не знал, что предпринять в первую очередь. Вызвать по рации Павла Семёновича или броситься во двор искать начальника. После секунды раздумья он выбрал первое. Вызвав лагерь изыскателей, он, как мог, через помехи объяснил в двух словах о трагедии, попутно прикидывая в уме, где сейчас мог находиться Сергей Борисович. Если его нет в жилом блоке, следовательно, он либо в столовой, либо где-то во дворе. Куратор станции вначале категорически не хотел воспринимать ужасную информацию, совершенно не понимая, о чём идёт речь. Андрей кричал в микрофон, сбивался, повторял, пока, наконец, начальник не понял и не выдохнул. «Ох!» Но тут же, взяв ситуацию в свои руки, выкрикнул сквозь помехи. «Немедленно выезжаю. Ищи Раевского. Ничего не трогайте. Собаки тоже, говоришь, нет нигде». Андрей подтвердил. «Осмотри всю территорию. Сарай, водокачку, радиоролейную установку. К вечеру, если вездеход не застрянет, будем у вас». Приёмник умолк. Он не стал выяснять, каким образом и рации, и стационарный приёмник отключаются в самую нужную минуту. Обросившись из комнаты, выскочил на морозный воздух. Свистнул собаки. Позвал. Тишина. Прокричал два раза имя начальника. Огляделся. Никто не отвечал. Никого. По пути бросил взгляд на водокачку. И только тут заметил свежую сажу от копоти. Будто цистерна некоторое время находилась в эпицентре крупного пожара. Было похоже на небольшой взрыв и частичное воспламенение, которое затем погасло само собой. Ладно, это позже. Сейчас не горит? Не горит. Прежде всего, Раевский. Где он? Ворвавшись в столовую, он лихорадочно обвёл её взглядом. Всё на месте. Ничего не тронуто. Даже кастрюли вымыты. Лиза, вероятно, убралась здесь сразу, как они, позавтракав, отбыли каждый на свой участок поисков. И снова никого. Не задерживаясь, он побежал к радиорелейной установке, совершенно забыв о стоиле с оленями. Но сейчас это было не главным. Если и мог ещё где-нибудь находиться начальник станции, то только там. И рванув дверь на себя, он тотчас застыл, как вкопанный. Не в силах сделать следующий шаг. Гораздо рациональнее было броситься вниз и оказать первую помощь. Но Андрей в этот миг потерял всякое самообладание, присущее ему с детства. Его начальник Сергей Борисович Раевский лежал на полу без сознания и сжимал в руке большой гаечный ключ. Где-то вдалеке прокричала полярная сова. И всё стихло. Павел Семёнович принял вызов по рации и, наскоро переговорив с Андреем, тотчас вызвал к себе в вагончик главного инженера трёх метеостанций полуострова. Тут же в вагончике у стола, заваленного документами и схемами раскопок. Находился и научный сотрудник проекта, молодой, не по годам, кандидат наук Илья Фёдорович, с которым куратор станции вот уже несколько дней не вылезал из аномальной зоны. Он-то как раз и был кстати. Илья Фёдорович был специалистом по местному фольклору и древним шаманским поверьям. И, обнаружив недавно некие следы вокруг гигантского пузыря, он сразу привязал эти маленькие отпечатки к забытой легенде о таинственном народе, по преданиям, обитавшим когда-то в тундрах Западной Сибири и Преамурья. Жители Крайнего Севера называли их ненецким словом «сиртя», приписывая этим загадочным обитателям подземелий немало странных свойств. При первом осмотре территории следы были не видны. Но когда бульдозеры сняли верхний слой вечной мерзлоты, на глубине трёх метров сразу обнаружились эти древние отпечатки, как минимум двух-трёх вековой давности. Согласно легендам, до того, как по непонятным причинам уйти под землю, «сиртя» жили на поверхности, всячески избегая встреч с людьми. Странные невысокие обитатели выходили на поверхность тундры только по ночам или в глубокий снежный туман. Они носили красивую одежду с металлическими и золотыми подвесками, поддерживали зыбкую связь с самоедами или самодейцами, ненцами, сравнительно недавно заселившими побережье Карского моря. Но с цивилизованными людьми в контакт не вступали. Эти антропоморфные существа, похожие на людей, присутствовали во всех мифологиях местного фольклора. И научный сотрудник как раз сидел над энциклопедией, создавая тщательную классификацию, когда Павел Семёнович рассказал ему о происшествии на базе. Оба тут же, наспех собравшись, покинули вагончик, энергично отдав кое-какие указания бригадирам раскопок и стремительно направились к вездеходу, где их уже ожидал главный инженер с водителем Прохором. Работа в карьере кипела. Звук работающих бульдозеров, экскаваторов и самосвалов разносился далеко в тундре. Несколько десятков рабочих, в числе которых были и сотрудники команды «Космопоиск» Вадима Черноброва, вели наблюдение за огромным сфероидальным объектом, который по-прежнему возвышался своей громадой над порослями тундры и раскинувшегося лагеря изыскателей. Пузырь покоился над землей на расстоянии нескольких метров и по-прежнему не подавал никаких признаков жизни, окутав себя неким силовым полем, сквозь которое невозможно было пробраться. Уже несколько дней сотрудники различных научных кругов пытались взять на пробу хотя бы мелкий образец поверхности загадочного шара. Но все попытки были бесполезны. Он попросту никого к себе не подпускал. Шар молчал. Это была иноземная аномалия. Космический сферолит извне. Из космоса. Пока вездеход выезжал на проезжую колею среди насыпей, Павел Семенович еще раз взялся за рацию. Уже дважды он вызывал Раевского, но тот отчего-то молчал. Поэтому в этот раз он вызвал Витю Василька. «Ты знаешь, что случилось на станции?» перекрикивал он помехи. «Антонина, с тобой?» «Да, мы уже подлетаем к взлетной площадке. Там пересядем на снегоход и...» Помехи заглушали голос. «Хорошо. Как только заедете во двор станции, сразу набери меня и обрисуй обстановку». «Понял. Я связывался с Сергеем Борисовичем. Он не отвечает». «Мне тоже», — хмуро подтвердил куратор станции. «Будьте с Тонией готовы ко всяким неожиданностям. Неизвестно, что там вообще произошло. Елизавета мертва. Вот все, что мне известно». Наказав им быть осторожнее, он отключил трансивер, выругался и бросил последний взгляд на гигантский шар, возвышающийся над тундрой. Словно небольшая гора в отрогах Гималаев. Уже миновав границу огороженной зоны, под грохот вездехода куратор станции поделился наконец информацией со своими помощниками. Илья Федорович частично знал о происшедшем, так что рассказ Павла Семеновича был адресован в основном водителю Прохору и главному инженеру Степану Сергеевичу. Колоссальный круглый монолит остался за кормой их вездехода. Больше они его не увидят. Как только вертолет Ми-8 коснулся взлетной площадки, Василек выпрыгнул из кабины и, подхватив Тоню, спешно направился к техническому навесу, под которым укрытые брезентом стояли снегоходы. Уже через несколько минут они мчались по тундре, оставив пилота в комнате отдыха дожидаться с остальными летчиками новых указаний от Павла Семеновича. А в это время в помещении радиорылейной установки происходило следующее. Придя в себя, благодаря заботам Андрея, профессор Раевский, морщась от затылочной боли, кое-как рассказал своему коллеге о том, что произошло после того, как он слез с Бурана и вошел в жилой блок станции. Но прежде чем поведать ему страшную весть, он, кашляя и натужно вдыхая воздух, озабоченно спросил, оглядываясь кругом. «Где Коржан?» «Кто?» – не понял Андрей, удивленно вскинув брови. Он держал голову начальника у себя на коленях и влажной тряпкой вытирал кровь, проступившую на затылке. Сергей Борисович отпил глоток из фляги, все еще сжимая ключ в руке. «Егереге!» «Там, где и был», удивился геолог. «Где-то в тундре?» «Мы же его так и не нашли». «Уже нашли», хмуро ответил начальник, поднимаясь на неокрепших ногах и держась за товарища. «Как это?» «Нашли», – начал было Андрей, но Раевский перебил. «Он здесь, Андрюша». «Или был во всяком случае». «Это он меня ударил сзади по голове, как и Лизу. Ты ее видел?» «Видел», – ошарошно ответил Андрей и недоуменно посмотрел на своего старшего друга. «Тогда слушай меня внимательно и не перебивай». Сергей Борисович уже стоял на ногах, прислонившись спиной к косяку раскрытой настиж двери. «Это он убил Лизу». Я его успел увидеть, когда вошел в коридор, после того, как слез со снегохода. Он выходил из комнаты отдыха, весь в крови, и, столкнувшись со мной, внезапно ударил по голове чем-то тяжелым. Я думаю, огнетушителем. Когда я пришел в себя, вероятно, секунд через двадцать, его уже не было. Схватив этот ключ, он покрутил его в ладони. Я бросился во двор, но и там его не было. А Бадик? Он что, совсем не гавкал? Андрей все еще не смирился со столь потрясающей мыслью, что их егерь мог быть причастным к убийству девушки. Да что там убийству? Как он вообще оказался здесь спустя месяц бесплодных поисков? Как он вообще выжил в тундре, проведя в ней более тридцати дней на морозе, один, без еды и подходящей одежды? Собаки тоже нет, прервал его мысли начальник станции. Андрей вдруг отчетливо вспомнил последний обрывающийся в центре комнаты след левого унта и невольно бросил взгляд на обувь профессора, отметив про себя, что тот тоже в унтах, в каких был коржен, прежде чем исчез. Но каким образом он мог обрываться в середине комнаты, если до двери допрыгнуть не было никакой возможности? И самое главное, зачем убивать беззащитную девушку и нападать на начальника станции? Пока Сергей Борисович в двух словах передавал ему произошедшее, Андрей бережно подхватил его под руки и вывел на открытый морозный воздух, чтобы тот смог отдышаться. При этом геолог не забывал цепким взглядом осматривать территорию двора, перехватив гаечный ключ в свою руку. «Думаете, он еще где-то здесь?» спрятался вместе с собакой, когда услышал мой снегоход. «Не знаю, Андрюша», выдохнул Раевский. «Помню, что истекая кровью, я бросился в столовую, затем к обгорелой водокачке. Кстати, вот еще одна загадка, о которой кричала мне в рацию Лиза. Будто бы она видела какое-то пламя, едва не взорвавшее водокачку. Пламя было в образе круглого шара, только меньшего размера, нежели мы с тобой видели в тундре. А когда я добрался до радиоурелейной установки, силы, видимо, покинули меня, и я пришел в себя, когда ты уже склонился надо мной. Вот так. Вот и вся история. Где сейчас егерь и где собака, я абсолютно не знаю». Андрей в свою очередь рассказал, как он нашел мертвую Лизу и как бросился искать профессора, наткнувшись на него в рубке радиосвязи. Пересекая под руку двор, они добрались до столовой, где и присели отдохнуть, приходя в себя от столь ужасных по своей сути событий. «Он был весь в лохмотьях», вспомнил профессор, пока Андрей наливал в рюмку коньяк. После того, как начальник выпил, Андрей налил и себе. «Весь заросший», – продолжил Сергей Борисович уже не таким дрожащим голосом. «Точий, с потрескавшимися губами». И самое главное, он сделал паузу. Самое главное, Андрей, были его глаза. Желтые, как у кошки. Безумные, алчные и первобытные. Простите? Будто бы в них не было никакого разума. Увидев меня, егерь буквально оскалился. Я не шучу, как зверь, загнанный в капкан. Сделав гигантский прыжок, словно воспарив в воздухе, он пересек коридор и ударил. Дальше ты знаешь. Но прежде чем погнаться за ним, я еще успел заглянуть в комнату. Там-то я и увидел нашу девочку. Распластавшуюся в луже крови. Она была мертва с первого взгляда. И чтобы не терять времени, я бросился за ним, трезво полагая, что ей уже ничем не поможешь. В этом месте рассказа Андрей ощутил какую-то зыбкую тревогу. Ему показалось, что профессор что-то не договаривает. Или, во всяком случае, путается в словах. Но отнеся этот казус в счет его потрясения, Андрей не придал тогда значения этим словам. Как выяснится, именно в этот момент ему как раз и нужно было бы обратить на это внимание. Но это выяснится гораздо позже. Когда изменить ничего уже будет невозможно. Вот и все. Оставив в сторону рюмку, задумчиво признался профессор. Дальше я ничего не знаю. Они молча переглянулись, и Андрей отчего-то не поверил своему начальнику. Тут что-то не вязалось. Что-то такое еще не совсем осознанное, но теребившие душу словно кошки скреблись, выпрашивая у хозяина стакан сметаны. Что-то тревожное, непонятное и неподдающиеся логике. Вот он, профессор. Сидит перед ним, уставший, сморщившийся от боли, скорбящий по убитой девушке. Но... Так ли это? Уж больно рассказ нескладный у него получается. Андрей встал и подошел к кухонному столу, выбирая увесистые теса, которым они разделывали оленину. Какое-никакое, а все же оружие. Этот псих, вероятно, хотел прикончить заодно и меня, тем временем продолжал Раевский. Но помешал ты со своим снегоходом, который он услышал еще издалека. Поспешив покинуть станцию, он прихватил и бодильон. А вот куда, одному Богу известно. Сокрушенно вздохнул он. Я не фанатик религии, ты знаешь. Однако некая мистика тут определенно присутствует. Как телекинез какой-то. Сам посуди. Тот большой пузырь в карьере и этот малый шар, о котором кричала в рацию Лиза, возможно, связаны между собой каким-то непонятным нам образом. Ты видел водокачку? Что скажешь? Опаленные со всех сторон, как при взрыве мощного воздействия. Вот, протянул Раевский, подняв палец вверх. Я думаю, это был он, как некий сгусток шаровой молнии. И принес он с собой коржина. Внутри? Где? Внутри себя, я полагаю. Появился, взорвался в нашей непривычной для него атмосферей, и, высвободив егеря, дематериализовался, издав взрыв и сгинув назад в свое иное измерение. Прыжок коржина через комнату и весь коридор Андрюша был вовсе не прыжком по своей сути, а неким перемещением, мгновенным, стремительным сквозь пространство, внутри малого шара, как мы его будем называть, младшего брата того пузыря, что остался в карьере изыскателей. Свихнувшийся маньяк, пробывший месяц неизвестно где, в своем ином измерении и вернувшийся зачем-то сюда, перемещается в некоем электромагнитном сферолите, убивает девушку, покушается на меня, забирает с собой собаку и исчезает с этим малым пузырем в неизвестном направлении. Другими словами, мы столкнулись с неким потусторонним феноменом, с которым человечеству еще сталкиваться не приходилось за всю историю его существования. Других объяснений у меня попросту нет. Впрочем, я уже в этом признался. Будем ждать остальных, в особенности Илью Федоровича. Это как раз по его части. Андрей надолго задумался, вспоминая тело Лизы с неестественно вывернутой к окну головой и ее безжизненным взглядом. Тут определенно было что-то не так. Вроде бы все сходилось, но выражение профессора покушается на меня, путало все его мысли. Какие-то сомнения закрадывались в душу. Он еще не совсем понимал, отчего ему так тревожно, но и объяснить себя был не в состоянии. А пока нам с тобой предстоит заняться телом Лизочки, то неслось до него словно из пустоты. Андрей тряхнул головой и услышал приближающийся рокот снегохода. Через минуту в столовую ввалился Василек, а за ним и Тоня. Оба запороженные снегом и свисавшими на одежде сосульками. Тоня сразу кинулась к начальнику станции осматривать затылок, а Витя, схватив друга за руку, потащил во двор, где Андрей и рассказал ему вкратце положение дел, не вселявших ничего хорошего перед приездом Павла Семеновича. Переговариваясь в полголоса и держа тесак на готове, они осмотрели водокачку, будку собаки и стойло оленей. Животные мирно щипали сухой ягель, насыпанный им Лизой, и совершенно не интересовались происходящим. Погребение Лизы друзья оставили до прибытия куратора всех станций. А тем временем вездеход Павла Семеновича уже был в нескольких километрах от места трагических событий. Скоро они встретятся. И встреча это будет их последней встречей в стенах их родной станции. КОНЕЦ Одиссея Странствия егеря Коржина Этот загадочный случай произошел с ним в 2003 году, когда ему было 27 лет. И он подался на рыболовецкий Сейнер помощником их теолога, после того, как его уволили из запасников краеведческого заповедника, где он проработал егерем несколько лет. Свидетелями этого необъяснимого феномена стали российские рыбаки Северного гражданского флота, промышлявшие сельдью в Карском море, близ островов архипелага Новой Земли. 16 августа по судовому журналу на Сейнере стал барахлить основной двигатель, и судно легло в дрейф, чтобы устранить неполадку. И вдруг перед глазами Коржина и других моряков из морской пучины, как им показалось, всплыл огромный лайнер колоссальных размеров. По его палубам металось множество пассажиров. Люди кричали, плакали и молили о помощи. Было много детей. Некоторые, отчаявшись, бросались за борт в ледяные воды, и российские рыбаки застыли в ужасе, крестя себя небесным знамением. Это был известный всем морякам легендарный «Титаник». Прошло всего несколько минут, и он вновь ушел под воду. Будто и не появлялся. Из-за сломавшегося двигателя рыбаки не могли подойти ближе, чтобы оказать помощь плавающим в ледяной воде людям. Они лишь дали радиограмму об этом невероятном событии. Ее приняли в штабе ВМС Северного флота. И в указанный район с базы Варник, к острову Вайгач, срочно направился военный эсминец, к счастью, оказавшийся недалеко от места второй гибели знаменитого лайнера. Ему удалось поднять из воды 13 человек, на которых были спасательные жилеты с надписями «Титаник». И вот, что показалось тогда поразительным Коржану. Все они были живы. Второе, что поразило молодого егеря, это прямо-таки фантастическая завеса секретности, окутавшая этот необъяснимый феномен. Военные отказались дать прессе какую-либо информацию, с рыбаков взяли подписку о неразглашении. Но со временем утечка все же произошла. И отнюдь не по вине Коржана. Эксперт по морским катастрофам заявил тогда, «Возможно, в данном случае мы столкнулись с перемещением лайнера во времени и переход его в иное пространственно-временное измерение». Могу только подтвердить, что 16 августа 2003 года действительно имело место всплытие затонувшего судна на поверхность Карского моря, а на его борту наблюдались живые люди. На вопрос, каким образом покоящийся в глубинах Атлантики Титаник мог оказаться в пределах Северного Ледовитого океана, специалист по катастрофам умолчал, мотивируя тем, что и сам понятия не имеет. С тех пор прошло около 20 лет, но бывший егерь смутно помнил, как при всплытии лайнера моряки наблюдали в небе гигантский шаровидный объект, словно всасывающий в себя как пылесосом стальную конструкцию корабля и всех его пассажиров. Зрелище было настолько реальным, что Коржин запомнил его на всю жизнь. И не раз ему потом мерещились барахтающиеся в воздухе тела, которые всасывались воронкой, взяв черной внутренности загадочного круглого монолита, размером с добрую гору где-нибудь на Кавказе. Дальше Одиссея его жизни складывалась по-разному. Где помощником махтеолога, где егерем, но всегда было одно. В какую бы местность или экспедицию его не заносила судьба, он по-прежнему искал доказательства существования антимира. Как он именовал пространство, поглотившее и лайнер, и его пассажиров, и сам колоссальный объект, растворившийся в воздухе на глазах у всего экипажа рыбацкого сейнера, после того, как всосал в себя гибнувших пассажиров тонущего судна. Отсюда и нелюдимость и нежелание общения с другими членами группы. Когда он узнал, что некий начальник станции Таймер ищет в новую вахту ихтеолога для изучения приплывающих косяков рыб в Пясенский залив, Коржем прошел собеседование с профессором Раевским и был включен во вновь набранную команду. Тем самым он получил возможность бывать и на побережье, и в тундре, где, по его данным, происходили он слышал и о сейдах и о народе Сирте и о других аномальных явлениях, случавшихся на полуострове. Вместе с бодильоном он совершал вылазки вглубь тундровых массивов, выискивая следы и доказательства своим предположениям, поскольку с точки зрения современной квантовой физики в этом нет ничего необычного. В поверьях шаманов этой части Таймера до сих пор сохранился древний фольклор о некогда спускавшихся на землю огромных шарах, которые, погостив какое-то время на планете, исчезали так же внезапно, как и появлялись, прихватывая с собой целые племена и народности, населявшие полуостров в те или иные времена. Один из квадратов вечной мерзлоты он наметил для себя заранее. И в тот день, когда на станцию должен был приехать с инспекцией Павел Семенович, Коржин покинул ее, углубляясь в тундру, совершенно забыв взять с собой бодильона. Пройдя десяток километров в направлении, где никто из его команды прежде не бывал, он, собственно говоря, и столкнулся там с неведомым, тем самым удовлетворив свое любопытство. Энергетическая сила обволокла его сетчатой оболочкой, и близ огромного пульсирующего пузыря, как нарекли его позже изыскатели, он потерял сознание. А произошло все это более месяца назад. После того, как через егеря прошла насквозь дуга электрического тока, он, на какое-то время выпав из реальности, теперь приходил в себя, ощущая необычайную легкость состояния организма, словно его подмывало воспарить над поверхностью, как те ангелы, что населяли небеса. Ячейстая сеть лазера, просканировавшая тело, ушла куда-то в пустоту, и он ощутил невесомость, оглядываясь в поисках брошенного ружья и транссивера. Мыслей никаких не было, голова была пуста, словно кто-то или что-то неведомое стерло ему память, напрочь лишив его рассудка. Мозг, казалось, отключился сам по себе, и в эти мгновения бывший егерь абсолютно не осознавал, что именно с ним произошло. Сейчас он представлял собой пустой сосуд, как простейший организм в виде амебы. Он выпал из этой жизни бессмысленными глазами, уставившись на ружье и рядом валявшуюся рацию. С этого момента они перестали его интересовать, поскольку он, собственно, вообще не понимал их назначения. Похоже, лазерная сетка, прошедшая сквозь него, как нож сквозь масло, впитала в себя всю способность мыслить, анализировать, запоминать и принимать разумные решения. Коржин стал безликим. Он стал пустой телесной оболочкой для несуществующей души, манекеном. Рации и винтовка так и остались лежать в морозном ягеле, а он, поднявшись и пустым взглядом уставившись на громаду космического пузыря, направился к нему, совершенно не ощущая опасности. Весь разум остался по ту сторону лазерного сканирования. Он просто шел к неопознанному объекту, без каких-либо определенных мыслей. Будто поджидая его, циклопический сфероид раскрыл свои объятия, раздвинув небольшие створки, как дверцы лифта в многоэтажном доме. Некая потусторонняя сила всосала его внутрь, и, паря в невесомости, его тело медленно вплыло в черноту зияющей бездны. Ни страха, ни тревоги егерь не чувствовал. Им руководил обыкновенный природный рефлекс, заложенный в структуру ДНК еще со времен первых антропоморфных форм человека, синантропов. Пространство, окружающее его внутри мегалита, было просто огромным. И если бы он, как обыкновенный здравомыслящий человек, мог в этот момент рассуждать логически, то несказанно бы удивился, не увидев перед собой даже горизонта. Внутренняя оболочка шара казалась бесконечной. Он очутился в центре какого-то помещения, возможно, некоего бункера, который сверху был накрыт полусферическим прозрачным куполом, похожим на шляпку огромного гриба без ножки. Высота купола потрясала своими размерами, но по всей вероятности основной каркас строения со всеми залами и прочими техническими помещениями находился где-то внизу под его ногами. Попади сюда, к примеру, Витя Василек, тот бы сразу выкрикнул нечто вроде «Вот те нати, болт в томате, это ж куда меня занесло, родимого». Однако сейчас здесь был не Витя, а Коржин. Этот стоял, взирал на развернувшуюся перед ним панораму и безо всякого интереса рассматривал окружающий его замкнутый простор. Иррациональных гипотез в его голове, изрядно опустошенной при сканировании магнитным излучением не было никаких. А потом ему и вовсе отключили сознание. Сетчатое ячеистое биополе в виде энергетического лазерного экрана прошло сквозь него и он как стоял так и повалился на бок, теряя всяческую опору. Это потом уже придя в сознание он будет помнить лишь смутные отрывки чего-то неведомого, что с ним происходило в тот момент. Внезапный насыщенный запах аммиака, склонившиеся над ним какие-то призрачные тени, холодные прикосновения чего-то похожего на щупальца медуз, противные, скользкие, вызывающие тошноту. Едва придя в себя, в его сознании всплывут смутные обрывки, как его укладывают на какую-то поверхность, вводят в пищевод зонды, делают инъекции и присоединяют к венам трубки гибких шлангов для переливания крови. В астрале-то или в нирвании все едино. Смутные проблески реальности сменялись провалами в забытие, потом обратно, и так до бесконечности. Он рвал прямо под себя, совершенно не имея возможности даже повернуться на бок. И все начиналось с изного. Капельницы, зонды, шланги, сканирование. Это был какой-то загадочный конвейер, не имеющий ни конца, ни края. Для чего все это происходило, он не имел ни малейшего понятия. Бесконечная череда процедур, забытия, зондирования и снова забытия сводила на нет все его чувства и ориентацию в пространстве, куда его всосало энергетическое поле. Биологические часы его организма не выдавали в мозг и сотой доли реального времени. Он затерялся в нем, растворился, сгинул в пустоте. Вместо егеря Коржина сейчас была лишь его оболочка. Вахтенный смотритель станции Таймыр, бывший егерь и по совместительству помощника хтеолога, перестал существовать как личность. И при всем при этом где-то в середине необъятного амфитеатра располагались какие-то непонятные кубы, шары, цилиндры и пирамиды, неподвластные его разуму. Воскоподобное вещество бурлило и поднималось каплями к поверхности, затем, поколыхавшись бесформенными массами, опускалось на дно, где, нагреваясь, вновь устремлялось вверх. И так раз за разом, постоянно меняя свои формы, очертания и структуру строения, будто для него напрочь отсутствовали все физические законы природы. Казалось, гравитация уступила здесь место сплошному вакууму, а сама жидкость, подобно глицерину, имела прозрачный цвет и совершенно не реагировала на силу притяжения земной поверхности. Это была лаборатория сотворения новых форм биологической материи. Рассадник молекулярного топлива для будущего биома на Земле. Оранжерея для новых видов фауны и флоры на планете. Его кровь, частицы ДНК и пробы анализов, взятые во время беспамятства, находились сейчас внутри этой бурлящей биомассы. Клетки его генетического и бинарного кода были введены кем-то в эти пузырчатые образования, плавающие в глицерине для своего самосохранения. Но Коржин, разумеется, этого не ощущал. Что-то зловещее и неведомое витало в воздухе. А потом был малый шар, как его позже назовут все невольные участники данного феномена. Прозрачный, высотой в два человеческих роста, едва покрытый мутноватой дымкой, он колыхался над полом в нескольких метрах от Коржина. Повинуясь лишь рефлекторной необходимости хоть что-то предпринять и не особо соображая, что он делает в данную минуту, егерь просунул руку внутрь сферы и остолбенел от неожиданности. Ошарашенным взглядом, принявшим уже какую-то осмысленность, он посмотрел на свою руку. Ее не было. Все, что находилось снаружи до локтя, он видел. Все, что было после сустава, отсутствовало напрочь. Граница прозрачной сферы казалась была лишь условной. Переход из состояния видимости в невидимость произошел плавно и незаметно. Ощущение было такое, будто он просто погрузил руку в емкость с теплой водой. Не более того. Определенно тут присутствовала какая-то физика, неведомая, непонятная, чужая. Отдернув руку, он с облегчением узрел ее прежнее наличия и уже увереннее снова погрузил ее внутрь шара. Теперь по самое плечо. Произошло то же самое. Рука вместе с предплечьем исчезла прямо на глазах, будто растворилась в пустоте. Выходит, что шар поглощает в себя весь спектр цветов, всю органику, весь свет и пространство, словно черная дыра в миниатюре. Внутри он имеет свой замкнутый мир, невидимый, неощущаемый снаружи. Погрузившись в его глубину, тебя никто не сможет видеть извне. Более не раздумывая, да и чем, собственно, думать, Коржин втолкнул свое тело внутрь сферы, ничего не почувствовал и тотчас провалился в небытие. Пустота внутреннего микромира поглотила его целиком. Шар качнулся в пространстве, завибрировал и сгинул. Будто его и не было. Последнее, что мог осознать егерь, прежде чем перейти в состояние иной реальности, это громкие завывания какой-то сирены, переходящие, как ему показалось, в настоящий рев приближающегося локомотива. Бывший егерь, смотритель сейсмологической станции и просто обычный человек Коржин перестал существовать в этой реальности. Теперь его тело, заключенное в ограниченном пространстве, понеслось куда-то вверх по глиссаде, в облака, в стратосферу, прочь, подальше от земли. Там он и останется до своего второго пришествия. Вообще-то местность была ему незнакома. Он вернулся, а точнее его возвратили совершенно не в ту среду, из которой забрали. Ни гигантского пузыря, ни знакомых звериных тропок, ни других привычных ориентиров он сейчас сколько ни вглядывался, не замечал. Да, он, несомненно, был в тундре, но не в своей тундре, которой привык издавна. Скорее, в чужой, в неизведанной, где он не бывал еще ни разу. Поэтому то, что он увидел в первый момент, заставило его воспрянуть духом. Шар, непонятно каким образом доставивший его сюда, исчез несколько минут назад, и он уже изрядно замерзший пытался вычислить, куда его занесло на этот раз. Голова на удивление работала ясно, и первой мыслью при увиденном было как можно быстрее добраться к объекту. Издалека это было похоже на небольшую хижину, какие строят рыбаки по всему побережью залива, чтобы в штормовую погоду или снежную бурю было где скрыться, имея внутри обязательный минимальный запас выживания. Застегнутый непогодой путник мог всегда переждать природный коллапс в такой хижине, где была сложена временная печь, запас дров и килограмм другой какой-нибудь крупы для лепешек. Каждый затерявшийся в тундре оставлял в такой хижине минимальный запас следующему бедолаге, и таких срубов по побережью Карского моря было настроено немало еще со времен царской России. Но откуда рыбацкая хижина могла появиться здесь, в тундре, за десятки километров от Пясенского залива, Коржин не имел ни малейшего понятия. Уже подходя к срубу, он задался вопросом, рыбацкая ли она вообще, эта хижина? Так или иначе, а укрыться от холода в этом срубе на первое время было просто необходимо. Возможно, он найдет там дрова и что-то похожее удовлетворить свой голод, который терзал его еще с тех пор, как он покинул малый шар и оказался в снежной пустыне. Начинался буран. Глаза слепило. Завывание ветра холодили неприятным покалыванием душу. Страшным зигзагом рисуется порой жизнь человеческая. Попади он сейчас в этот буран и его занесет снегом, оставив закоченевшее тело на съедение росомахам и волкам. Но это лирика. Ступая по снегу и поминутно озираясь по сторонам, он подошел к двери. С натугой дернул на себя и ввалился внутрь, явно ожидая чего-то нехорошего. Внутри было немного теплее, но не до такой степени, чтобы можно было тут же согреться. На счастье печь имелась, как и запас дров, сложенных пирамидкой подле сооруженного кем-то очага. Не бух ведь что, но лишь бы работало. Он принялся лихорадочно искать в полумраке спички и, обходя довольно просторную комнату, наткнулся на придвинутый к стене стол. Одежда висела на нем балахоном, с нее капала, его лихорадила и трусила так, что зубы гремели, выбивая такт какой-то давно забытой мелодии. Возле стола две грубо сколоченные табуретки, на столе допотопная керосиновая лампа, агарок свечи, шахтерский фонарь на аккумуляторе и... коробок спичек. О, чудо! Коржин едва не взвыл от радости. Акцент делался прежде всего на то, что заблудившийся или просто уставший до смерти путник не будет иметь сил расходовать свою последнюю едва сохранившуюся энергию. Для него и было приготовлено все сразу, чем Коржин собственно и занялся. Через несколько минут огонь уже пылал внутри печки и в помещении начало постепенно теплеть. Снаружи завывал буран и в бешеной пляске бесился ветер. Огонь мерно гудел, дрова потрескивали и Коржин, наконец освободившийся от мокрой одежды, мог ее развесить на веревку, протянутую над очагом. Теперь можно осмотреться. На печке стоял железный закопченный со всех боков чайник. В дальнем углу, прислонившись к бревенчатой стене, располагался жбан с затхлой водой, которой, очевидно, не пользовались уже много лет. Раскрыв дверь, он попытался набрать чайником снег, но в лицо ударили сотни тысяч мелких игл, сразу забив рот, нос и уши. Превозмогая колючую боль, он ухитрился Мега навалился на косяк и еле успел закрыть дверь, прежде чем ее снесло порывом бешеного бурана. В голове отчего-то всплыла недавно прочитанная им статья в научном журнале, что американское астрономическое агентство НАСА в 2018 году с помощью космических челноков распылило вокруг атмосферы 2 миллиарда швейных иголок, и они стали кружиться по орбите подобно миниатюрным спутником Земли. Для каких целей это было сделано в статье не говорилось, а может он просто не придал в тот момент этому факту должное значение, но и бог с ними, с этими иголками, сейчас не до этого. Единственное оконце было занавешено изнутри пологом выцветшего старого одеяла, при соприкосновении с которым оно едва не рассыпалось у него в руках. Жестяные банки, обнаруженные им на полке, были наполовину заполнены сохранившейся в полиэтиленовых пакетах крупой, мукой и какими-то сухими травами. Была даже слонина, твердые, как кирпичи, куски оленины, впитавшие в себя соль, как губка воду. Он был настолько голодным и уставшим, что на такие мелочи уже не хватало сил. Хуже диареи ему все равно не будет, ну разве что еще и рвота. В конце концов не самый худший вариант в его создавшемся положении. Сварив кашу и настругав в котел солонины, он утолил зверский голод, поглощая ржавой ложкой похлебку едва ли не кипятком. Пару дней ему непременно предстоит провести в этой хижине, пока не закончится буран. Поэтому кое-как насытившись, он принялся осматривать комнату, мысленно решая, что ему делать дальше. Прислонившись в углу косяка двери, стояли две пары старых дышащих наладан лыж, похожих на широкие снегоступы. Две пары закаменевших от времени валенок дополняли картину давно покинутого жилища. Брезентовые штаны и меховая парка вся изъеденная молью. Оленья шапка. Два ржавых капкана, висящие на бревенчатой стене. Две миски, тупой нож, ложки, пара кружек, жестяные как и миски. Шахтерский фонарь с мощным, но уже отжившим свое аккумулятором выдавал едва различимую полоску света, и бывший егерь решил приберечь зарядку на случай какой-нибудь неприятности. Вернувшись к настилу, покрытому соломенным тюфяком, он принялся обследовать внутренность прикроватной тумбочки, выдвинув ящик и заглядывая в него, как ученый химик, разглядывает под микроскопом неведомую бациллу. Тумбочка была пуста, если не считать огрызка карандаша, и... Коржин на миг застыл. То, что он увидел, повергло его в шок не меньше того, как он впервые узрел загадочный монолит над тундрой. В тумбочке лежала газета. Все мысли сразу вылетели напрочь, стоило только взглянуть на заглавие первой страницы и дату верстки. Сложенный в четверо газетный лист был датирован 24 августа следующего грядущего года. Егерь на минуту бессмысленным взглядом уставился в потолок, где от очага плясали причудливые тени. Что-то жутковатое было в них, словно в неведомом танце закружился хоровод карнавальных масок с клюквами, хвостами, веерами перьев. Коржин потряс головой. В статье на заглавной странице говорилось, как некий куратор сейсмологических станций полуострова вместе с научными сотрудниками института исследований обнаружили недалеко от станции Таймыр неопознанный инородный объект свероидной формы, висящий над землей и не подающий никаких признаков активации. Неопознанный объект был обнаружен в прошлом году неким егерем Коржином, который исчез при загадочных обстоятельствах. Егеря так и не нашли. Он исчез внезапно, оставив на месте исчезновения брошенное ружье и транссивер в рабочем состоянии. Впрочем, есть сведения, что на станции Таймыр ровно через месяц после исчезновения сотрудника таинственным образом погибла одна из девушек, работавшая там вахтовым методом. Начальник станции якобы перед смертью девушки видел этого самого егеря во дворе, а потом, получив от него удар по голове, потерял сознание. Поиски пропавшего длились еще полтора месяца, но результатов никаких не принесли. Коржин ошалело вглядывался в статью, абсолютно не понимая, что именно он читает. Газета была датирована будущим годом, который по его собственным подсчетам еще не наступил. Ну а дальше вообще пошла какая-то несуразица. На прошлой неделе, по словам очевидцев, работающих в карьере изыскателей, во время ночного дежурства один из научных сотрудников, дежуривших в ту ночь, оповестил всех под утро, что инородный объект в образе огромного сфероида, исчез, что называется, прямо у него на глазах, испарился в пространстве, сгинул, будто провалился в пустоту. Проснувшаяся команда, около сорока человек, увидела перед собой лишь пустую тундру и небольшую вмятину на промерзшей земле, точно под основанием некогда висевшего объекта. Во время своего пребывания на полуострове инородный шар не произвел никаких враждебных или агрессивных действий. Более того, он вообще не выказывал никаких признаков жизни. Журналисты решили донести читателям эту невероятную историю только сейчас, спустя год. Однако история еще не закончена, и они будут держать своих подписчиков в курсе всех связанных с ней событий. Дальше под статьей шли различные умозаключения и комментарии ведущих специалистов в области уфологии, и Коржин отложив газету не стал их читать. Голова и так шла кругом. Их выводы в общем-то сводились к одной и той же мысли. Шар это инопланетное НЛО, а смерть сотрудницы происки егеря, сбежавшего со станции и загадочным образом появившимся вновь спустя месяц после своего исчезновения. Вот, собственно, и все, что Коржин смог для себя подчерпнуть. Но дата. По всем логическим размышлениям, несуразным и выходящим за рамки разумности, это была газета будущего года. Ведь он еще не побывал на станции, находясь сейчас здесь, в сторожке рыбаков, за несколько десятков километров от места будущих событий, которые еще, собственно, и не произошли априори. Каким образом газета могла оказаться здесь? Коллапс времени? Он попал в будущее? Или наоборот, сама газета попала из будущего в его настоящее время? Если второе, вернее первого, то кто ее сюда доставил? Кто положил ее в тумбочку? Кто был здесь до него? Если ничего не тронуто уже несколько лет? Чертовщина какая-то, сплюнул на пол Коржан. Я догадываюсь, заключил он, ни о чем, собственно, не догадываясь, что здесь не обошлось без каких-либо потусторонних сил. Вдруг, откуда ни возьмись, накатила волна страха. Организм выдал стандартную порцию адреналина, швырнув в кровь весь запас скопившейся энергии. Сердце начало метаться внутри грудной клетки, в приступе бешеной тахикардии. Пульс забился, как дробь армейского пулемета. Тревога. Он вскочил на ноги, едва не опрокинув шахтерский фонарь. Дальше что? Дальше было необъяснимое. Некое материальное воплощение неведомой опасности теперь находилось прямо здесь, в комнате, у него за спиной. Медленно, чтобы не спровоцировать никакой агрессии, он обернулся и... в недоумении отпрянул от стены, едва не запутавшись в собственных ногах. Стена светилась. сложная из кедровых бревен она издавала свечение, которое раньше он не заметил из-за отблесков огня, гуляющих по потолку. В хижине не было ни лампочек, ни розеток, ни выключателей. Более того, она вообще была обесточена. Послышался слабый хлопок. Затем комнату озарил неоновый луч света. И голограмм на экран изображения появился на стене, словно некий фильм, демонстрируемый в кинотеатре. На развернувшейся панораме в мельчайших деталях перед ним предстала карта того места, где он сейчас находился. Географическими координатами были обозначены Пятенский залив, береговая линия Карского моря и их собственная станция Таймыр. А пунктирной линией, светящейся в сумраке комнаты, был обозначен его маршрут, прежде чем он попал под влияние энергетического поля, когда его всосало внутрь космического мегалита. Дальше была тундра, и в конце карты жирным крестом пульсировала его хижина. Ему показывали координаты его местонахождения. Что произошло дальше, он позже не вспомнит. На этом и закончился его загадочный сеанс. Карта, созданная кем-то на компьютере, бликнула, исчезла, а самого егеря прошила дуга электрического тока, отчего он повалился набок и застыл до следующего утра, не теряя сознания, но и не приходя в себя всю долгую ночь, пока снаружи бушевала снежная буря. Для чего ему показали голограмму, он так и не осознал, провалившись в небытие, как уже однажды с ним происходило некоторое время назад. Сознание покинуло его, оставив в реальном мире лишь его пустую оболочку в форме уставшего и изможденного тела. Коржан уснул. Странным зигзагом порой рисуется жизнь человеческая. Эту ночь уже не вернуть, заново ее не переделать, и она сохранится в его памяти лишь отрывочным отголоском чего-то забытого, непонятного и жуткого по своей сути. Субтитры